Добрый день! Добрый день, дорогие друзья, дорогие участники фестиваля, пятого юбилейного фестиваля Go Viral! Go Viral 2021! Сегодня у нас шестой, представьте себе, уже шестой день фестиваля. И давайте немного расскажу вам о том, что у нас будет происходить сегодня. Сегодня ожидается два воркшопа, закрытых воркшопа на платформе Zoom по предварительной регистрации. В 16.00 пройдет воркшоп Светланы Патриичук, анализ домашнего задания. У нее уже была презентация пару дней назад, где она давала домашнее задание нашим участникам и всем зрителям. В 18.00 пройдет еще одна часть пятидневного воркшопа In It's High под названием No Code. Также в 15.30 прям сейчас начнется трансляция Go Develop Pitching Session. Об этом вы все-все узнаете буквально через несколько минут. В 17.00 пройдет презентация Джулии Винокур на тему создания короткометражных документальных фильмов. В 18.00 пройдет презентация Эда Каши, который выступал буквально вчера. Сегодня он расскажет о правозащитной журналистике. В 19.00 пройдет презентация Нади Жиксимбаевой на тему пересборка. Что это такое и почему нужно каждые три года пересобирать себя и свою компанию. В 20.00 пройдет награждение победителей квеста Allmation Navigation в честь Международного дня Bloomsday. В 20.30 здесь на сцене Хайтпарк пройдет закрытый показ фильма Улбол Син. И в 21.30 у нас будет дискуссия, обсуждение фильма с Гульнарой Абикеевой. Модератором дискуссии будет Мади Мамбетов. Ну а сейчас, согласно программе, у нас Go Develop Pitching Session. Хотел бы предоставить слово в этой сессии Лейли. Лейла, слово предоставляется вам. Я являюсь инициатором и координатором проекта Go Develop. И немного расскажу о проекте Go Develop. Go Develop — это программа о развитии проектов. В течение 10 недель наши участники в количестве 70 человек вместе со своими 10 менторами прошли такой большой курс, который немного и по теории, и по практике проекта менеджмента. И проходили темы по теории проекта менеджмента, по фандрейзингу, по работе в команде, по дизайн-мышлению и креативности, и в конце по питчингу. Здесь, получается, все наши участники представлены в качестве одного спикера из каждой команды. Также у нас в конце будут жюри. Немного расскажу о членах жюри сегодня. У нас председатель жюри Ананд Кришна. Он является Public Affairs Officer в Генеральном конкурсе США в Алматы. Следующий член жюри — это Динара Жаксенберг. У нее больше 10 лет опыта в социальном и экономическом развитии. Она также является магистром университета из Сан-Франциско. И следующий член жюри — это Нургульжа Набаева. Она является учителем по социальному развитию и работает в Матербаевском школе. Давайте я предоставлю слово первому нашему спикеру. Это Азиза. Здравствуйте, меня зовут Азиза. Я благодарю за предоставленную возможность презентовать наш проект. Я являюсь участником команды номер 7, ментор команды Рошан Маканова. От имени нашей команды я хочу презентовать проект, над которым мы работали с апреля. И вот сегодня мы презентуем его. Проект посвящен машине, которая перерабатывает и собирает бутылки разного типа. Продолжение следует... Итак, перед тем, как представить наш проект и рассказать про нашу машину, я хотела бы дать короткую аналитическую справку по проблеме сбора в Казахстане и Центральной Азии. Самой главной глобальной проблемой на данный момент у нас являются бесконтрольные свалки, которые возникли вследствие сбора и сортировки мусора. Также малоинформированное население, которое не знает про точки сбора и их удобства. Также хочу привести вам статистику по проблеме с твердыми бытовыми отходами. Это то, что в Казахстане производится до 6 миллионов тонн отходов, и эти отходы увеличиваются на 5% каждый год. И мощности полигонов практически отсутствуют, и 83% свалок не соответствуют экологическим и санитарным нормам. В регионах отсутствует необходимая инфраструктура для переработки мусора. Государственная политика Казахстана в вопросе переработки мусора определена в концепции перехода на зеленую экономику. Итак, что мы хотим предложить? Мы предлагаем поставить такую машину в магнуме, чтобы сделать бонусную систему, прикрепить. И это такой аппарат, практически такой аппарат, установлен в торговом центре «Достык Плаза», но она не монетизирована, и у нее нет мотивации для детей. Также недавно, пока мы делали этот проект, в начале июня был поставлен такой аппарат в Астане, в торговом центре «Геруен», и мы очень рады такой хорошей новости. Но мы хотели бы сделать упор на Алмату, потому что здесь сосредоточена вся культурная жизнь, и общую культуру нужно повышать. Самая крупная компания в Казахстане по переработке и сбору мусора является «Казахстан Вейс Ресайклинг». У них есть много точек сбора мусора, и мы хотели бы использовать эту сеть для информированности людей, чтобы они знали. И также мы хотели бы использовать платформу «Краудфандинг» для того, чтобы этот аппарат в следующем году был установлен. И также мы хотели бы краудфандинговую платформу использовать во всех центрально-азиатских странах, и в той стране, в которой быстрее всего наберется необходимая сумма, будет установлена эта машина, исходя по количеству увлеченности людей. И также у нас проект также имеет креативную часть, творческую часть, потому что мы хотели бы привлекать блогеров. Кстати, у нас есть уже договоренность с одним блогером, ее зовут Жанель Бектемисова, у нее есть уже один миллион подписчиков. Также на GoViral в этом году мы хотели пригласить шведского аниматора, ее зовут Регина Шпитя. Она хотела приехать и выступить, но, к сожалению, из-за ковида она не смогла этого сделать, поэтому в следующем году, возможно, ее также позвать. С торговой сетью Magnum у нас уже были переговоры, и мы создали контакт с начальником департамента отдела маркетинга. Она возглавляет отдел, который занимается социальными мероприятиями и продвигает программу лояльности. Такие машины существуют в Германии, Швеции, в других европейских странах только на уровне правительственного соглашения. То есть правительство издало закон, который дает возможность сделать надбавку на бутылку, которая условно стоит 50 тенге, и они добавляют добавочную стоимость 10 тенге. Кстати, Magnum уже хочет сделать с нами такой проект, потому что у них были такие попытки уже сделать такое два года назад, и у них это пока не получилось, и у них, наверное, пока еще нет бизнес-оглашения с партнерами, поэтому они готовы, они хотят с нами сотрудничать по этому проекту. Очень хочется развить эту нетворкинговую систему, и у нас уже команда собрана, мы все болеем этим вопросом, и много продвинулись по этому вопросу, и хотим подать на проект Госдепа, чтобы команду было мотивировать и удержать людей. Также мы хотим, чтобы краудфандинговая платформа, она имела информативную часть, которая покажет, в какой стране, в каком городе установлены эти машины. Я хотела спросить, можно показать вам короткое видео, которое показывает, как это работает? У меня есть время? Давайте. Если у вас видео короткое, да, можете подождать. 20-секундное. Итак, прежде чем закончить свою презентацию, я хочу показать вам короткое видео. Кстати, это видео сняла блогер, наш миллионщик, и она показывает то, что эта машина собирает бутылки разного типа. В конце она дает квиток, который можно использовать в магнуме. Спасибо за то, что вы меня услышали, посмотрели. Очень рада презентовать наш проект. Если у вас есть вопросы, могу ответить на них. Спасибо огромное, Виза. Очень было интересно увидеть в вашем проекте эту информацию. И очень было информативно. Спасибо за видео также. И очень круто, что вы уже работаете с другими компаниями, что вы не только свои силы туда прилагаете, а также включаете такие большие корпорации космозных. Спасибо большое. Хотелось бы передать следующее слово Даре. Даре, вы готовы выступить? Здравствуйте, Лейла. У нас десятая команда. Мы можем сейчас или... Да, можете. Просто я у тебя в экране вижу вас в следующей. А, хорошо. Просто у нас мы думали, что мы будем выступать вдвоем. У нас двое в группе. Поэтому я бы хотела дождаться все-таки своей коллеги. Свою коллегу. Говорю я здесь. Хорошо. Айгерим здесь. Здорово. Супер. Так, да, если Айгерим не против, мы можем начать. Так, я только что подключилась. Вы можете меня ввести в курс дела? Да, если у нас позволяет немножко времени. Десятое же мы вроде должны были вступить. Давайте тогда я передам слово следующему другому спикеру, пока вы будете между собой. Хорошо. Хорошо. Хорошо, спасибо. Интизор по нашему списку по командам вы следующие. Готовы? Здравствуйте. Меня зовут Интизор. Я представляю команду номер пять. Так получилось, что в команде на данный момент только я одна осталась. Так что с согласием спикера я представляю этот проект от своего имени. Видно экран? Я поделилась презентацией. Нет, нет, не видно еще, не видно. Так, сейчас минуту. Так, теперь видно? Да, да, видно. Все, спасибо. Итак, мой проект — это эко-арт-курсы. Как мы знаем, когда я думала над тем, какую проблему выбрать, которая была бы актуальной для всего мира и для Казахстана, то мне кажется, что наиболее актуальной является проблема экологии на данный момент. И, например, проблема глобального потепления в мировом масштабе, она приводит к высыханию Аральского, Каспийского морей, из-за чего у нас происходит загрязнение окружающей среды, из-за этого увеличивается количество людей, которые заболевают респираторными заболеваниями. Но при этом люди все равно продолжают загрязнять окружающую среду, к сожалению, и большую роль негативную в этом играет пластик, и он приводит к смерти животных и так далее. из-за чего... Но проблема с пластиком в том, что его перерабатывается мизерное количество, и даже то мизерное количество пластика, которое перерабатывается, оно перерабатывается в тарле либо в упаковку, то есть вещи, которые все равно довольно-таки очень быстро опять окажутся на свалке. И в связи с этим у меня возникла идея этого проекта, неся эко-арт-курсов для детей, воспитать отношение к окружающей среде, сохранение окружающей среды с помощью развития творческих навыков. Я надеюсь, что дети, а также их родители будут использовать материалы природные, а также вторичные для создания творческих своих проектов, арт-объектов. Вдохновением послужили работы всемирно признанной художницы Сауре Сулейменовой в жанре пластмассовая живопись, и, как оказалось, использование только высших употреблений материалов в своем творчестве — это довольно-таки большое направление в современном искусстве. Наши курсы будут стоить в месяц примерно 20 тысяч тенге. Мы рассчитываем, что нашими кураторами будут художники профессиональные, также экологи, а партнерами выступят компании международные, большие, у которых уклонная социальная ответственность, и также перерабатывающие компании, такие как HasWaste и Кагазы Ресайкинг. Как устроены курсы? Вначале будет знакомство с материалом, какие вещи можно перерабатывать, какие нет. Далее будет экскурсия на производство, чтобы дети могли на практике все посмотреть, после чего они начнут собирать этот материал. Далее у нас запланирован поход в музей для того, чтобы у них появилось вдохновение, творческие идеи. После чего создание работы, либо по мотивам работы, которая им понравилась, либо же своей самостоятельной выставка. И раз в квартал планируется организация благотворительного аукциона, где будут продаваться работы, созданные детьми, и все эти деньги пойдут на, например, благотворительные субботники или еще какие-нибудь арт-проекты, эко-арт-проекты. На данный момент моя ментор в лице организации Керемет Арт, которая занимается поддержкой казахстанского искусства. Мы с ней планируем запустить этот проект. Конечно, у проекта, как и у каждого проекта, у него есть свои слабые стороны, но, как мне кажется, наш проект является хорошим проектом для инвестирования, и его очень легко масштабировать из-за легкодоступности материала буквально в любом городе, потому что везде есть мусор. И также, мне кажется, это отличный пример для международных компаний по соблюдению их социальной миссии. И это все. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Хотелось бы передать следующее слово Дурдоне из команды Андрея. Здравствуйте. Меня зовут Урдона. Я участница третьей команды. Наш проект Реста. Мы хотим создать мобильное приложение, которое помогает преодолеть дипрессию. Спасибо. Спасибо. Первое. Наша идея – это создать мобильное приложение, которое будет помогать людям жить осознанной жизнью, преодолеть душевную усталость, сделать доступными услуги профессиональных психологов сначала в Узбекистане, после в Центральной Азии. Почему мы выбрали этот проект? Нет, потому что проблема психологов сейчас очень важна в Узбекистане. Людям в Узбекистане очень трудно найти хороших психологов. Нет приложения или платформы, которая собирает профессиональных психологов в одном месте. А что такое депрессия? Это психическое расстройство, которое может вывести человека из эмоционального равновесия. И это создает много проблем. Основные причины депрессии – это разные эмоциональные проблемы. Это осуждение себя, чувство вины или плохое самочувствие. Или сейчас очень важная тема изоляции. Сейчас многие люди в изоляции, в карантине. Из-за этого у людей появляется депрессия. По статистике можно увидеть, что каждый год 200 миллионов человек страдают от депрессии. И 10% – это мужчины, и 20% – это женщины. И это вторая причина нетрудоспособности в мире. Проблемы, которые мы собираемся решать. Первое. Людям иногда трудно найти хороших психологов. В приложении можно связываться с ним. Второе. Тема одиночества. В приложении будет чат-поддержка. И третий – это стресс. Каждый человек сталкивается с разным видом стресса. В приложении будут специальные игры, чтобы снимать стресс. А как работает наше приложение? Мы сначала отпираем психологов и делаем доступные их услуги в нашем приложении. Второе. Это чат-поддержка. В этом разделе пользователи могут помогать друг другу и дать советы. Третий – это раздел медитации. В этом разделе можно медитировать под спокойную музыку. И четвертое – это тесты. Пользователь будет решать тесты, чтобы узнать основную причину депрессии. И будут также книги. В приложении можно найти разные полезные электронные книги. Как мы будем зарабатывать? Каждый психолог дает нам 10% кэшпэк от каждой сессии. Второе – это премиум-версия. В премиум-версии есть много функций, которые мы хотим добавить. И третий – это реклама. Как люди будут узнавать о нас. И это будет через социальные сети и через рекламу в ТВ. Мы хотим участвовать в разных проектах и продвигать наш проект. Уникальность нашего приложения в том, что оно работает в двух языках. На русском и на узбекском. Это делает его более конкурентоспособным. И наша команда состоит из 7 участников. Это наши программисты. У них очень большой опыт. Мы с ними делаем много приложений. Создали сайты. И у нас проект-менеджер. И у нас есть переводчик. И я отвечаю за маркетинг. И таргет. И сама являюсь студентом менеджмента. И поэтому я взяла ответственность за маркетинг. И наш слоган – это нужная помощь в нужном месте. И на этом все. Отлично. Спасибо большое, Дурдонна. Также я хотела спросить. Вы ранее говорили, что приложение будет на узбекском языке. Можете уточнить? Да. Сначала хотели сделать приложение только на узбекском. Потом хотели выйти на международный рынок. И добавили русский. То есть оно будет работать в двух языках. Сначала, когда вы войдете в приложение, вы выбираете свой удобный язык. Если вам удобно на узбекском, то оно работает на узбекском. А если вы не знаете, это из разных стран СНГ, то вы можете выбрать русский. Спасибо большое, Дурдонна. Передаю слово тогда следующему стикеру. Это у нас Бахром. Бахром является не учащиком, а ментором команды. И решил взять на себя роль стикера сегодня. Бахром? Да, добрый день, друзья. Сейчас я расшарю свой экран и покажу нашу презентацию. Так, мой экран видно, да? Друзья, меня зовут Бахром. Я давно уже занимаюсь работой со стартапами. И мы вместе с нашей командой разрабатывали идею некого маркетплейса, который помогает покупателям, которые покупают различные продукты из различных супермаркетов, улучшить свой опыт взаимодействия и сделать покупку более простой и легкой. К команде, к сожалению, на текущий момент осталось очень мало ребят, но мы за это время смогли совместно идею довести до некого так называемого MVP. Итак, в чем была проблема? Проблема в том, что у нас в стране не существует какого-то очень способа быстрого, легкого и доступного заказать продукты из супермаркетов, которые существуют. И обычно покупка любых продуктов — это определенного рода челлендж, потому что тебе необходимо выйти из дома, дойти до супермаркета, что-то купить и так далее. И мы поняли, что этот челлендж не только с точки зрения пользователя, что он еще и... Это также челлендж для самих супермаркетов, потому что они также хотят виртуализироваться и продавать продукты через так называемый e-commerce, через электронную коммерцию и в целом выходить на рынок digital. Более того, мы понимаем, что еще одна проблема, которую мы решаем, это такое так называемое устойчивое потребление, потому что таким образом мы оптимизируем различные, скажем так, пакеты, транспортные расходы и прочие моменты, и тем самым делаем потребление продуктов более разумным и устойчивым. Соответственно, это решение — это веб-сайт, который агрегирует на себя в Саджи-Казахстане основные сети супермаркетов, то есть, например, в Казахстане это Магнум, у которого уже это все есть, а у нас в стране таких сайтов нет. И вот мы сделали некий онлайн-сервис, Marketplace, который помогает, который интегрирован с крупнейшими супермаркетами, который позволяет зайти на этот сайт и заказать именно то, что сейчас у этих супермаркетов есть на полке. Это выглядит все вот таким образом. Есть сайт, на который можно зайти и уже заказать, то есть, например, одно из наших достижений — это то, что мы начали договариваться с Ашаном. Ашан — это очень крупная международная сеть супермаркетов, которая позволяет, ну и эта интеграция позволяет нам получить доступ ко всем продуктам, которые у них есть. То есть можно зайти, выбрать магазин, в котором необходимо что-то купить, выбрать время доставки, которое вам удобно. Далее наш специалист покупает эти свежие продукты, он собирает это все. Далее курьер привозит продукты через несколько часов. И, соответственно, на этом мы таким образом позволяем мы таким образом позволяем клиентам получать продукты в быстрой и легкой форме. Ну и, соответственно, бизнес-модель этого всего, когда мы рассматривали, когда мы начали общаться и вести переговоры, в этой идее бизнес-модель, она состоит на том, что магазины, крупные супермаркеты, они готовы делиться неким процентом, который у них в любом случае есть, это их операционные расходы, которые они имеют за счет оффлайн-магазинов, потому что они выплачивают зарплаты и так далее. И магазины готовы выплачивать небольшой процент. Обычно это от 6 до 12 процентов, который может быть как раз-таки той самой монетизацией, которая делает эту идею и стартап устойчивой. Вот, в принципе, это все. Если есть вопросы, готов ответить. У Бахрома есть одна минута. Наши члены жюри, у вас есть какие-то вопросы к Бахрому? Бахром Marketplace, получается, у вас уже создан и работает. Это MVP, как MVP, он уже создан. То есть его можно уже, то есть можно зайти на сайт, можно попользоваться, можно совершить заказ. Технически интеграция работает, ну, не совсем идеально. Есть много подводных камней. Ну, то есть идея, она была в том, чтобы показать MVP и сделать какой-то вот такой продукт, валидировать идею, показать, что это жизнеспособно. Вот, и дальше будем смотреть, как с этим работать. Посмотрим, как MVP себя покажет. И если все будет хорошо, то, возможно, уже сможем найти какие-то небольшие инвестиции на это все дело. Хорошо, спасибо большое. Получается, зрители из Таджикистана, возьмите себе заметку. Можете уже заказывать продукты. Да, можете заказывать. Спасибо. Следующий спикер у нас Камила. Камила, вы готовы? Из команды Ак-Норк. Камила Саидова. Здравствуйте, Лейла. Да, конечно. Если бы... Можно мне еще одну минуту или же выступать после другого спикера? Или же мне нужно прямо сейчас выступать? По очереди прямо сейчас была, но если у нас есть желающие следующим выступить, например, Директ, вы готовы? Мы готовы. Директ, да, выручает нас. Спасибо. Хорошо, передаю слово тогда Айгерим и Дарья. Хорошо, Лейла, спасибо большое. Тогда мы с Айгерим начнем. Сейчас Айгерим подключит нашу презентацию, и мы тогда начнем. Видно? Да, я думаю, всем видно. Хорошо. Тогда мы начинаем. Здравствуйте, уважаемые жюри и участники фестиваля. Наша десятая команда рада представить вам наш проект о фандоматах «Жеселмен». То есть «Жеселмен» — это название команды, название проекта, который мы придумали в нашей группе. Это такая игра слов на китайском английском языке, означает «зеленый я» или же «зеленые люди». И если вы отсканируете QR-код, то вы можете перейти на страничку нашего сайта, посвященному проекту. Это наша команда, и мы хотели бы рассказать о цели отмиссии нашего проекта, то есть повышение уровня присвященности экограмотности населения и упрощение доступности сортировки мусора для всех. Цель нашего проекта является установка фандомата в одном из гипермаркетов Алматы. Почему Алматы? Мы взяли как пилотный проект для установки фандомата. Мы посчитали, что примерно на 15 тысяч бутылок в месяц одна точка фандомата может сократить количество выбрасываемых бутылок в месяц. А также одной из целей является дальнейшая переработка пластика и повышение экограмотности населения. В нашем исследовании при подготовке нашего проекта мы также разговаривали с различными компаниями, которые выразили свой интерес к нашему проекту, в том числе и производители фандомата. В Казахстане перерабатывается всего примерно 5% пластиковых отходов. Соответственно, возникает вопрос, а что с остальными 95%? Поэтому мы считаем, что наш проект очень актуален. И согласно нашего исследования, примерно в Казахстане ежегодно собирается около 5 миллионов тонн твердых бытовых отходов, из которых 18% — это пластик. Казалось бы, это не так много, 18%, но на самом деле эти 18% приносят очень большой вред экологии и на здоровье населения, потому что очень много людей, особенно в регионах, просто массово сжигают этот пластик. И они просто не знают о том, что пластик, пластиковые бутылки можно собирать и сдавать их. Люди просто не знают об этом. Поэтому мы считаем и предлагаем доступное решение в виде фандомата. Мы считаем, что вот эти автоматы для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок тоже, что это доступное решение проблемы сбора и переработки пластикового мусора. Казалось бы, что фандоматы — это не такое рентабельное решение этой проблемы, но на самом деле, если мы посмотрим в странах Европы, они уже стоят практически везде, повсеместно и уже очень много лет. В одной только России их установлено около 100 штук, и этот интерес к фандоматам растет также и в странах Центральной Азии. И плюс еще в том, что фандоматы очень доступны как для покупателей, так и для тех, где эти фандоматы будут установлены. В таких местах, где собирается большее количество населения, гипермаркеты, может быть, это торговые центры или же стадионы, например. Наша команда провела большое исследование, в котором приняло участие 138 человек разного возраста, различных профессий. И моя коллега Агерим сейчас расскажет немножко больше. Агерим, пожалуйста. Спасибо, Дарья. И как вы видите, по ответам наших участников, многие опрошенные все-таки используют пластик в быту, но, к сожалению, не могут сортировать мусор по каким-то своим причинам. Даже зная, какие есть места у нас сбора по пластику, по мусору и так далее. Поэтому пластик идет в общую массу мусора, сжигается, и по данным сайта Каза-Информ, который мы нашли с 2020 года, более полумиллиона тонн пластика скапливается за год. А в Казахстане всего два завода, перерабатывающие пластика. Наш проект Jesselman мог бы облегчить процесс сортировки для населения, если бы мы смогли установить места, где люди закупают этот пластик. Это такие места, как гипермаркеты, супермаркеты. Как вы видите, здесь преимущество фандомата. И путем того, что мы будем устанавливать их вместе с скоплением людей, то здесь может увеличить число. То есть это будет еще и помощь для магазинов больших. Можно привлечь больше покупателей. И когда покупатели видят, что люди сдают, также можно и повысить их мотивацию, чтобы сдавать пластик и посещать именно этот определенный магазин. Если перейти к точным характеристикам, то, что вы видите на экране, это фандомат может принимать двухлитровые, литровые и 0,5 пластиковые бутылки, алюминиевые банки. Также там есть очень много функций, которые вы можете увидеть через экран. Есть также система вознаграждения, которую можно установить. И это, конечно же, повысит мотивацию сдавать больше пластика. Также можно установить рекламу со всех сторон. Плюс эту рекламу, то есть промо-ролик, вводить на экран. Согласно финансовой модели проекта, за основу мы брали среднюю стоимость фандоматов с минимальными техническими характеристиками и объем по принятию пластиков и алюминиевых бутылок до 500 единиц. Исходя из того, что в день мы имеем возможность вывоза с одного фандомата 500 единиц бутылок, соответственно, в месяц с одного фандомата выводится 15 тысяч единиц бутылок. И средняя стоимость на рынке этих бутылок – это полтора тенге за одну единицу. Так как процесс в большей части автоматизирован, количество сотрудников минимализировано на один. И далее вы можете ознакомиться финансовым анализом за три года. И если вам потребуется, то есть будет запрос более подробный, хотите узнать, то мы также можем отправить более подробную таблицу. То есть здесь на проект Just All Men мы хотим выразить нашу гражданскую позицию, чтобы жить в чистом, уютном и зеленом городе. И мы предлагаем доступное и актуальное решение проблемы пластикового мусора в Казахстане. Это наши контакты. Также вы можете отсканировать данный QR-код и попасть на наш сайт, который мы сделали. Спасибо за внимание. Это наши ресурсы. И может быть… Спасибо, Евгения. Вы могли бы показать быстренько нашу страничку, потому что она уже открыта для всех, расшарена. И другие могут ее… А, Игорь, можете, пожалуйста, расшарить? Да, у нас буквально быстренько просто показать. Может быть, я попробую, Игорь, у меня как раз открыто. Да, давайте. Так, я не знаю, видно, нет? Участникам другим и… Видно. Да, видно. То есть это наш сайт, который мы сделали в поддержку нашего проекта. Мы считаем, что собирать бутылки не стыдно, если знать, куда их сдавать. И таким образом мы рассказываем о том, как работает фандомат, какие задачи фандомат решает, то есть каким образом, что это решение на самом деле доступное. Также результаты опроса, еще раз более подробные преимущества фандомата, наша команда и небольшое видео, которое мы сняли. Я не знаю, буквально там минуту, если у нас есть возможность хотя бы начало показать. Я предлагаю, вот когда уйдем на брейк, поставить видео перед тем, что… Хорошо, хорошо. Если наши организаторы со сцены не будут против… Хорошо. Но в любом случае на сайте можно будет посмотреть. Все, хорошо. Спасибо огромное. Да, еще один проект на экологическое и устойчивое развитие. Вы уже конкурентой другой команды, я смотрю. Я думаю, мы сможем работать вместе. Еще на рынке. Круто, я очень рада. Так, если команда Камилы готова… Камила. Да, спасибо, Лейла. Я включу камеру. Здравствуйте, дорогие менторы, участники команды GoViral, GoDevelop. Я Камила Саидова, и сегодня я буду представлять от имени нашей команды, как ведущий Team Leader, проект, который был создан еще месяц назад. И, конечно же, я сейчас покажу свою презентацию, чтобы еще больше… Сейчас минутку. Сейчас минутку. И. Я, конечно,undач. У recap. У меня. Взбиваем. И. Спасибо. Удачи. Ув… Вам видно? Извините. Да, все видно. Хорошо. Спасибо большое. То есть проект, который мы решим создать в предводительстве Youth Empowerment, получается, мы люди с устойчивым развитием и самое главное, мы лидеры, мы лидеры нашего будущего. В первую очередь мы выбрали устойчивое развитие, которое было создано еще при ООН, то есть самое главное, то, что у нас заключается, это VET, Quality Education и Climate Change. То есть получается, это наша команда, она состоит из пяти человек, и мы хотим сказать то, что все получится, и, как и говорится, мы хотим от имени команды номер шесть создавать только лучше. И, конечно же, мы хотим радовать наших последователей путем создания волонтерского проекта и тех, кто будет участвовать в нашей программе. Так, и проект, переходим к нашему слайду, то есть Life Education и Eco Builders. Это название нашего проекта, то есть оно включает в себя две ветви, как Quality Education и Climate Action. Получается, проект предназначен для любого поколения и также молодое поколение, которое хочет внести свой вклад и также изучает деятельность образования. А также на сегодняшний день возросла проблема экологии, которая, к сожалению, мало человек присутствует в соблюдении безопасности, чистоты, как и в Узбекистане, Казахстане и других стран Центральной Азии. Мы хотим предоставить единый для всех проект, то есть социальное медиа открытием новой возможности. Мы хотим создать приложение, которое поможет молодому поколению в поиску новых университетов, то есть каких именно. На сегодняшний день жители Казахстана и также стран Центральной Азии, конечно же, не все в курсе, малоизвестны. То есть в стране присутствуют малоизучаемые университеты, которые люди даже не знают. А приложение способно помочь деятелям, то есть абитуриентам, легко находить. То есть мы хотим назвать его как Life Education. С помощью него они найдут университеты по всем критериям, направлениям, которые могут быть доступны для всех. А это государственные, конечно же, которые будут доступны для всех стран Центральной Азии. И также они малоизучаемы. Почему? Потому что важное решение для всех абитуриентов — это университеты. Не все могут позволить себе образование, но также есть легкодоступные университеты, которые способны заинтриговать, возможно, замотивировать других учиться. То есть именно те, которые мало кто знает, то есть малоизвестны. И сегодня, на сегодняшний день по статистике, многие жители Узбекистана учатся, предпочитают университеты Казахстана больше, чем в своей стране. Почему? Возможно, это путем соглашения новых возможностей, путем переезда. И я соглашусь с тем фактом, что другие страны Центральной Азии очень хотят там учиться. Так, переходим к следующему. И получается, под нашим проектом мы хотим создать единое устойчивое развитие для всех путем экологической сферы. То есть EcoBuilders, что оно в себя включает? Это экологический проект, который мы уже начали реализовать, который будет действовать и в Казахстане, и в Узбекистане. И представители нашего проекта, большинство из них сейчас проживает в Казахстане, и многие готовы внести свой вклад. А именно, то, что мы ищем как бы purity fund, именно благотворительность, которая будет нам помогать, спонсорство. Мы хотим делать действительно достойное будущее для всех, чтобы проживать в самом чистом окружении, и чтобы нас окружала только чистота, развитие. И также мы хотим сказать то, что Камола Махмудова, она помогает на сегодняшний день. Она является Associate Director of European Bank of Reconstruction and Development, то есть она вице-директор Европейского банка реконструкции и развития. Она инициатор проекта «Зеленый город Бухара» в городе, где я проживаю. То есть она поможет нам реализовать проект. То есть на сегодняшний день «Зеленый город Бухара» имеет очень хорошее развитие в нашем городе. То есть это посадка деревьев. Также Камола Махмудова может нам помочь в поиску новых спонсоров, в поиску новых возможностей. И мы хотим сказать то, что наше востребованное развитие, также наш вклад в деятельность образования и экологической сферы будет иметь неимоверную возможность для каждого. То есть мы должны найти себя в первую очередь, найти достойное образование для всех и жить в чистом, процветающем обществе. И, конечно же, если вы были не против, мы бы хотели показать видео, которое мы уже сняли с участниками команды. Оно именно показывает, сейчас минутку, наши действия, то есть climate action. Камила, давайте видео оставим на время брейка, если вы не против, потому что по времени вы тоже больше пяти минут говорите. Да, мне очень нравится, как вы соединили и образование, и экологию. Это очень круто, спасибо большое. Передаю слово следующему нашему спикеру. Это Ясмин из команды ID. Здравствуйте, меня слышно? Вас слышно? Хорошо, сейчас я постараюсь запустить видео, которое уже подготовили. Секундочку. Надеюсь, проблем не будет с демонстрацией экрана. Звук есть? Звук есть? Звук нет, к сожалению. Хорошо, сейчас. Может, вы экран так включите и сами будете говорить? Хорошо, сейчас попробую тогда. Я представляю проект, группу номер 4. Тоже не слышно? Звук есть теперь, можете включить. Был, да? Все, хорошо. Спасибо, да. Отлично. Так. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Королей Асмин, я представляю проект, группу номер 4. Наш проект называется Free3. Результатом проделанной работы стало мобильное приложение с использованием кэшбэк-системы в целях отделения городов и стран Центральной Азии. Хочу представить вам нашу команду. Наша команда состоит из трех участников, и мы распределили между собой роли в соответствии с тренингами от GoVirol. Соответственно, я студентка и начинающий программист, и моя роль в команде лидер. Байтасу Фаспан, менеджер по продажам и блогер, его роль в команде мастер. И Амина Альмахан, журналистка и СММ-щица, и ее роль в команде владелец продукта. Спасибо ей за идею проекта. Итак, начнем. Все мы знаем, что в мире существуют различные экологические проблемы. В основу нашего проекта легли четыре из них. Эти проблемы мы хотели бы решить в процессе создания нашего проекта. Первая проблема – это бесконтрольная вырубка деревьев, неправильный уход за посаженными деревьями, сильное загрязнение воздуха, а также проблема того, что многие люди после посадки деревьев забывают о них и зачастую продолжают жить, нанося ущерб природе. Наш проект – это не просто проект о посадке деревьев. Мы хотим увеличить количество деревьев в Центральной Азии и приобщить людей к этому процессу. То есть в нашем проекте главными участниками являемся не мы с нашей командой, а люди. И мы хотим быть инструментом в руках этих людей, который может облегчить и разнообразить процесс посадки деревьев для них. Делать мы это будем за счет кэшбэка от покупок в магазинах или кафе, проведения фестивалей, а также френдрайзинга. Однако все мы понимаем, что посадить одно дерево будет недостаточно для того, чтобы внести действительно ценный вклад в защиту природы. Поэтому с помощью различных открытых лекций, онлайн-семинаров и распространения интересной информации об экологии через социальные сети мы хотим развивать в людях привычку жить экологично. Соответственно, основными целями нашей идеи является увеличение количества деревьев и охват как можно больше аудитории людей, в которых мы будем воспитывать экологическое мышление. Мы хотим показать им, что никогда не поздно начинать заботиться о природе и показать, что защита об экологии – это очень важно и интересно. Сажать деревья мы будем в городских парках, скверах и местах с дефицитом теневых деревьев. Также планируется посадка фруктовых деревьев за городом. Ну и, конечно же, все эти территории будут строго охраняться от вырубки. Участник, который приобрел дерево, сможет сам посадить его, либо выбрать услугу, предоставленную волонтерами, если у участников нет возможности принять участие в процессе посадки деревьев. Посадка деревьев будет осуществляться пару раз в год в дни, соответствующие всем благоприятным условиям для посадки. Нашим проектом предусмотрена кэшбэк-система, которая даст возможность накапливать средства для покупки деревьев без лишних затрат. Системой предусмотрено осуществление возврата денег от покупок в магазинах и кафе. Также мы создали мобильное веб-приложение, в котором каждый зарегистрированный участник сможет отслеживать накопленную им сумму. В этом приложении будут дополнительные разделы с новостями, интересными фактами и другим контентом на тему экологии. В перспективе планируется внедрить в это приложение систему контроля за деревьями, и это означает, что каждый пользователь при желании сможет самостоятельно поливать или удобрять дерево нажатием всего лишь пары кнопок. Ну и коротко о фестивалях. Проводить наши фестивали будут пару раз в год, и главная их идея – это сбор средств на новые деревья. Большая часть от собранных денег планируется потратиться на посадку фруктовых деревьев за городом, плоды от которых будут отправляться в детские дома, дома престарелых в качестве благотворительности. На этом слайде расписан примерный годовой бюджет затраты проекта. Он составляет 8600 долларов, но с учетом различия цен в разных странах Центральной Азии, эта сумма будет варьироваться. Также пара слайдов о результатах проведенных нами опросов. Мы узнали, что 75% опрошенных считают, что посадка деревьев сможет решить проблемы с экологией и готовы принять в этом участие. На этом слайде вы видите мнение некоторых из запрошенных нами, которые считают, что такие проекты, как наш, будут эффективны в решении поставленных нами проблем. Наш проект – это попытка сделать этот мир немного лучше. С нами совершать добрые дела намного проще. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, Ясмин. Мы очень умно придумали, что заранее все записали. И мы, думаю, можем объединять фестиваль Go Viral с фестивалем посадки деревьев. Это будет очень классно, да, правда. Спасибо большое. Спасибо, Ясмин и команде, Ясмин. Следующий наш спикер, я могу сказать, наш самый активный участник – это Верея. Она всегда вот находит вопросы нашим спикерам и очень много пишет в чатах тоже. Если я знаю какие-то проекции, там всегда участвуют деревья. Верея вам слово. Всем добрый день. Спасибо, Лейла, безумно приятно от вас слышать такие теплые слова. Я очень люблю Go Viral. Весь этот комьюнити классный. Я люблю людей. В общем, всем супердобрый день. На самом деле, я сегодня впервые в жизни пичу в проект. Поэтому надеюсь, что вам понравится. Представьте, что вы в комнате с пятью людьми. Это могут быть ваши друзья, семья или незнакомцы. Что вы чувствуете? О чем вы будете говорить? Вы можете обсудить учебу, работу, погоду. И получится отличный смолток. Но как создавать более глубокие связи с людьми? Как сделать так, чтобы общение становилось более качественное? Чтобы оно поднималось в качестве, а не только в количестве? Меня зовут Зире. И сегодня я презентую вам проект «Жахенбол». В переводе с казахского «Будь ближе». Вообще, мне супернравится слово «Жахенбол», потому что оно описывает всё, что мы хотели воплотить в своём проекте. Оно переводится как «свой», «родной», «родственный», «близкий». И это просто очень тёплое слово. Как вообще мне пришла идея запичить такой трек? Так, в сентябре 2020 года, после полугодового карантина, у меня был ужас, у меня было ужасно эмоциональное грани. У меня было такое состояние, типа, всё, я лежу, я не могу двигаться. Но в феврале, когда создали Clubhouse, я туда зашла впервые. И там был рум с одним из моих друзей. Я зашла туда, там были другие люди, мы начали общаться. И это было так прикольно. И в какой-то момент я такая, ребята, а давайте задавать прикольные вопросы. И я начала гуглить. И там были всякие вопросы, среди которых я выбирала самые интересные. Мы начинали их спрашивать, и теперь мы суперхорошие друзья. Теперь я больше не сталкиваюсь с эмоциональным выгоранием, потому что они всегда наполняют меня энергией. В апреле меня взяли в проект GoDevelop. И благодаря тому экспириенсу в прошлом я предложила нашей команде взять карточки для айсбрейкера. Потому что это, наверное, проект, который я бы сделала просто так, даже если бы я не участвовала ни в каком другом проекте от GoMire. Ну вот, да, сейчас я пичу этот проект. Это просто безумно круто, потому что это правда идёт из всего сердца. Как вообще это всё работает? Во-первых, у нас есть 40 карточек. У нас могут участвовать от 2 до 10 человек. Но также это может быть и 30 человек. Это может быть класс, потому что использовать карточки могут и подростки, и, например, если это какие-то учителя, они могут использовать это для класса, потому что карточки на зрях языках, и это можно использовать для изучения. Также мы собираемся выпускать Special Path вокруг вас, показывать настоящего себя, не критиковать других, не перебивать, когда кто-то делится, и не делиться чем-то, если вы не хотите, потому что это придётся время. Вот эти карточки. Тут 4 темы. Получается, ну, суть в том, чтобы перейти от синих карточек к жёлтым, потому что синие, они такие, типа, холодный цвет, и жёлтый, и тёплый. То есть синие – это более такие базовые вопросы, зелёные – более глубокие, и жёлтые – это самые такие deep questions, которые вы уже сможете отвечать с людьми, которые стали вам близкими. И есть фиолетовые карточки, это типа wild cards, где написаны действия. Всё это вы можете увидеть на экране. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете задать их сейчас. У меня есть вопрос. Вы уже распечатали и разработали дизайн этих карточек, я так понимаю. Мы разработали дизайн карточек, и, если вам понравится, мы их распечатаем. Всё, окей, спасибо. Есть ли у наших других спикеров или членов жюри вопросы? Я так понимаю, что нет. Спасибо, Зире. Очень приятно было. Именно с таким позитивом вы рассказали о своём проекте от всей души. Теперь переходим к нашему последнему спикеру. И хотелось бы отметить, что она из самой экзотической страны Центральной Азии. Если мы говорим, что Центральная Азия экзотическая, то Туркминстан, наверное, является ещё большей экзотической страной. Также Айна является city-пикер и кантри-амбассадором GoWire из этой страны. Айна, передаю вам слово. Меня слышно? Добрый день всем. Чуть к рамке можно. Добрый день всем. Добрый день всем. Меня зовут Айна. Я из Туркминстана. Работаю в офисе туризма. И представляю наш проект команды приложения Travel Tag. Как мы уже знаем, пандемия очень хорошо повлияла на отрасль туризма, то, что все перешли на онлайн-режим. И поэтому мы хотим предоставить вам онлайн-приложение для путешествий Travel Tag. Travel Tag – это проект-агрегатор между успогодателем и непосредственно клиентом, то есть туристом или турагентством, позволяющим напрямую, без посредников, строить разные маршруты по сложности, стоимости и разнообразию. Уникальность продукта является то, что в системе рейтингов на основе отзывов самих клиентов. Устойчивость модели обусловлена открытостью всей информации от качества оказываемых услуг до их конечной стоимости. Проект также популяризирует культурное наследие, быстро доступный отдых для гостей и жителей, развитие местного туризма, а также включает в себя маршруты, неизведанных других мест. Является познавателем экотуром с развитием устойчивого туризма. То есть путешественник может в любом месте, например, если даже, если на моем примере брать, я не знаю, Казахстан, я включаю это приложение, могу как бы вводить его и узнавать все места, которые данного маршрута. Вот. Так, также я хочу рассказать о двух проблемах, то, что в каждой, не в каждой, а в туристической отрасли важное значение имеет время и цена. То, что это приложение, во-первых, предоставляет экономию времени, так, вариативность отдыха за счет рекомендательной системы. Например, без туроператоров, без вот этих вот пакетных туров, а также all-inclusive, можно это приложение как бы очень даже сэкономить время, потому что оно будет показывать все достопримечательности, а также маршрут. Сам он меня слышно? Алло. Да, достаточно вас слышно. А также, во-первых, проблема это времени, а второе цена. То, что это приложение будет рассчитывать стоимость маршрута, будет иметься калькулятор бюджета времени, а также на протяженности данного маршрута. Так, следующий слайд, пожалуйста. У нас немного есть демо-версии нашего приложения TravelTech, то, что я хочу сказать, то, что первый путешественник заходит в это приложение, вводит продолжительность местонахождения. Например, если возьмем маршрут от, например, города Нур-Султана, ну, я не знаю, хорошо, длинный будет маршрут до озера Каинды, это приложение будет показывать все возможные варианты, два, три, четыре, какой, можно выбирать любой маршрут. И там не только будет описание вот этих мест, но там, во-первых, будет система показывать карту с бюджетом на маршрут. Например, если мы выбрали первый маршрут, это приложение будет рассчитывать цену на этот маршрут, сколько времени идет и сколько денег идет на данный маршрут. И этих маршрутов как бы будет вариантов много. Ну, максимально мы рассчитываем. Помимо этого приложения имеется исторических, также культурных достопримечательностей, а также будет рассказывать об интересных факторах. Например, если построить маршрут таким образом, чтобы там были и такие мелкие достопримечательности, памятники, там будет стоять иконку и туда можно будет нажимать на нее и узнавать описание достопримечательностей. Также в приложении будут указываться места касаемо развития устойчивого туризма, например, деревни, где можно покупать экологически чистые продукты, например, фрукты выращенные деревни, а также будут указываться такие экоконфитерии, как Гринтау и, например, гончарные мастерские разные, в котором люди с ограниченными возможностями могут рекламировать у нас приложение. И турист может посещать эти места, очень даже проникнуться, можно сказать, культурой и силой воли этих людей. Можно будет научиться, как вяжут веревки, как делают юрты, и это все будет в этом приложении по маршруту. Так, следующий, пожалуйста, слайд. Хочу рассказать немного о сфере туризма в мире. По данным статистики у нас сайт в презентации стоит, о мировом туризме, то, что за период 2019 и за период 2021 годы было около 148 путешественников по всему миру. И 1% всех путешественников достается центральной регионе Центральной Азии. И общая выручка всего этого региона составляет около миллиона 480 тысяч долларов. И еще по данным статистики этого же источника на рынке путешествия и туризма 70% общей выручки к 2025 году будет приходиться на онлайн продажи. то есть годовой рынок туризма он будет расти и расти как бы только в онлайн режиме. Только онлайн будет популярным в связи с пандемией и прочим. И годовой рынок роста выручки сферы туризма к 2025 году составит 21,21%. И поэтому я думаю то, что наше приложение TravelTech очень будет популярным, потому что оно во-первых очень удобное, можно взять с собой везде, мы сделаем даже безинтернетный режим, вот, можно сохранять этот маршрут. Во-вторых, это будет касаться людей с ограниченными возможностями рекламировать свои продукты и направление будет развитие устойчивого туризма. Направление деревень, соул по данному маршруту. Ну, в маршруте это все будет указываться. Вот. Так. Бизнес-модель. Бизнес-модель для B2C организации, как бы, это путешественники, туристы, жители, это будет совсем бесплатно, это приложение. для B2B организации это будет проценты, подписки, можно, как бы, from sales, можно сказать, вот. И хочу рассказать немного о команде. SEO у нас Нуржан, UX, UI Design, это Шакер, тоже из Туркменистана, кстати, и наши идейные разработчики я и Эля. Вот. Мы хотим разнообразить это приложение, развивать это приложение. Неважно, проект, фестиваль или другое, мы это будем сами развивать и будем искать инвесторов в размере 5-10 тысяч долларов. И я думаю, это приложение будет даже в Центральной Азии, как бы, для рынка Центральной Азии очень полезным и легкодоступным. Вот. Мы можем написать вам контакты свои, если вы интересуетесь нашим проектом. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, пожалуйста, задавайте. Спасибо большое, Айна. Очень интересное предложение, очень интересная презентация. На этом мы заканчиваем наш фитч-фессию и сейчас вместе с темами жюри мы уходим на брейк. И если участники, которые хотели показать свои видео, готовы еще показывать, то можете поставить видео. А потом еще я хочу сказать Аслану, кто сейчас на сцене GoViral, что можете нас после этих видео на время на пережиток справить. Спасибо всем. Спасибо большое. Да, мы узнаем, кто получит планшеты. Спасибо большое, Лейла. Действительно, это была сессия GoDeveloped Pitching Session. Пока члены жюри принимают свое решение, позвольте вам немного рассказать о международном дне Bloomsday, который, кстати, отмечается сегодня, 16 июня. Отмечают его поклонники ирландского писателя Джеймса Джойса, названного так в честь его персонажа Леопольда Блума, и отмечается 16 июня каждый год в связи с временем года, который описывается в романе. Так вот, в честь этого праздника, международного Bloomsday, и в рамках нашего фестиваля проводится квест, название квеста Allmation Navigation. Проходит он сегодня, буквально, кстати, сейчас, 16.00, он начался в городе Алматы, будет длиться до 18.00. В рамках квеста участники, которые, к слову, должны были зарегистрироваться до часу дня вчерашнего, они проверяют свои знания нашего города, проверяют знания о памятниках в городе Алматы, а также знания о людях, которым эти памятники посвящены. Очень интересный, замечательный квест. Сегодня 8 вечера в 20.00 по времени южной столицы города Алматы, Казахстан. Здесь на сцене Hyde Park пройдет награждение победителей квеста Allmation Navigation. А пока не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами, мы вернемся к вам с победителями Goal Develop Pitching Session. Кстати, я когда туда, ну я там один раз-то была, мне очень понравилась эта атмосфера. Вот, и я очень расслабляюще, это как в кинотеатре сидишь, реально, и смотришь, и вот вдохновляешься вот этими теми. Очень здорово, что у нас такая получается объединяет все страны Центральной Азии, и что все участники, неважно где находятся, могут смотреть фильмы, презентации, и все, что происходит во время фестиваля. Это, я считаю, очень круто. Будет очень интересно получить фидбэк еще от других участников, кто посмотрел это в записи или онлайн. Да, кстати, был... Вы слышите меня? Да. Да, отлично. Вы в трансляции, вы вернулись. Да, сейчас как раз будет возможность у вас объявить победителей, победителей GoDevelop Pitching Session. Всем привет еще раз. С вами Лейла на связи. Я передаю слово Анне кондуктично, который родит наших победителей. Да, сначала я хочу поблагодарить всей группе. Были отличные презентации, очень интересные. Но сейчас наш победитель конкурс группа три Mobile Application Restart. команда Андрея это платформа по психологической помощи Restart. Также у нас есть второе и третье места. Мы хотели немного рассказать о них тоже. Второе место у нас по количеству баллов занимает группа Nelly. Это Жатумин Project on Pandemat Installation. И также третье место по количеству баллов это группа Раушан Макановой Social Experiment to Raise Awareness of Citizens About Voice Recycling. Поздравляем всех победителей, занявших третьи, вторые и, конечно же, первые места в GoDevelop Pitching Session. На этом наша сессия, именно Pitching сессия, она подходит к концу, а мы продолжаем с нашей сегодняшней программой. Сейчас для всех вас, кто смотрит онлайн, для всех вас, кто находится вместе со мной здесь офлайн, у нас презентация от Джулии Винокур на тему создания карткометражных документальных фильмов. Буквально пару слов о Джулии. Она является исполнительным директором Talking Eyes Media и профессиональным рассказчиком уже на протяжении более чем 20 лет, и думаю, она расскажет, что это означает, профессиональный рассказчик. Она говорит, она, кстати, создатель фильма о политических противоречиях Bringing to the Table, является исследователем National Geographic и вообще занимается очень интересной, замечательной работой. Для всех тех, кстати, презентация от Джулии будет на английском языке, кто хочет посмотреть презентацию на русском языке, онлайн, на платформе YouTube, на нашей странице есть две трансляции одновременно, одна на русском, другая на английском языке, в зависимости от того, на каком языке вы хотите посмотреть эту трансляцию. Итак, Джулии Винокор. Субтитры создавал DimaTorzok Джулии Винокор. Замечательное, доброе утро, прошу прощения, пришлось вас разбудить, пораньше, верю, это для вас нормальное время. Да, это нормально, мне очень нравится видеть восход солнца. Да, это очень хорошая привычка. Джулии, большое спасибо, что присоединились к нам, буквально, кратко, слово, перед тем, как я дам вам слово, для всей аудитории, кто хочет задавать вопросы, пожалуйста, пишите вопросы в чате по окончании сессии Джулии, я задам все ваши вопросы от вашего имени. Джулии, слово вам можете начать. Хорошо, замечательно. Итак, очень приятно находиться с вами, доброе утро по моему времени, добрый день, добрый вечер по вашему времени. Я собираюсь поговорить с вами сегодня о том, как создавать короткометражные документальные фильмы. Насколько я понимаю, уровень опыта фактически самый разный. Некоторые люди совершенно новые в этой сфере. Поэтому попытаюсь сделать все возможное для того, чтобы охватить целый спектр тем. Также хотел бы спросить, если у вас будут вопросы, от простых до сложных, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте, мне очень приятно будет ответить, провести небольшой диалог, чтобы это в итоге было ценным для вас. Я собираюсь показать вам видеоролики из разных фильмов, буду говорить о моем собственном опыте, а также буду говорить об искусстве, производстве коротких документальных фильмов. Позвольте тогда двигаться вперед и включить демонстрацию экрана. Надеюсь, все это сработает. И... Хорошо. Не уверена точно, насколько... Итак, сегодняшняя презентация касается производства короткометражных документальных фильмов. Подскажите мне, если вы по какой-то причине... Большое прощение, у меня, наверное, техническая проблема. Хотела бы спросить, так как я не вижу экран зума, когда у меня все включено, пожалуйста, можете со мной разговаривать, подсказывать мне, если есть техническая проблема. Итак, для того, чтобы начать, хотела бы немного поговорить о том, как я попала в эту сферу, о своей траектории, потому что я не начинала в качестве кинопродюсера. Я начала в качестве писателя. Я работала для различных журналов, писала разные статьи, проводила различные исследования на разные темы. Глубокая следственная журналистика. Было приятно двигаться в этом направлении. Начала свою карьеру, в основном писала об искусстве, стиле жизни. Итак, мне было абсолютно ясно, что я хотела бы перейти в сферу, чтобы делать нечто более глубокое, то, что было имело социальную значимость. Я встретила со своим мужем, Эдом Кэши, с которым мы говорили вчера, когда мы работали вместе. Он фотограф, и я писала статьи. Переход от написания до производства фильмов, то есть от авторства до производства фильмов, они такой сложны. Могу дать вам в качестве совета, кто еще ранее не производил документальные фильмы, не бойтесь, то, чего вы не знаете. Я знаю, что то, чего я не знаю, это мой друг, то есть моя неграмотность служит мне очень хорошо, потому что это делает меня бесстрашным с точки зрения того, чтобы попробовать новые вещи, раздвинуть границы того, что я ожидаю от себя, от вызовов. Я сняла свой первый фильм примерно в 2002-2003 годах, и я работала очень интенсивно по вопросу стареющего общества, взрослеющего населения. Как вы знаете, в глобальном масштабе все население планеты стареет, в США произошел мощный демографический сдвиг, что, в общем, несет серьезную нагрузку на социальную систему, обслуживание всего этого стареющего населения, поэтому мы запустили семилетний проект. Первоначально он был нацелен на просто статьи, фотографии, и то есть писали об этом. В ходе этой работы мы также инвестировали в покупку камер, научилась, как снимать интервью, видеоматериалы, не только аудиозаписи. Также научилась, как писать это, и сделала свой первый фильм. Использую это в качестве определенного стимула для всех. Как результат данного проекта мы связались с компанией Talking Ice Media. Это компания, которая занимается производством видеоматериалов, но в основном она обслуживает социальные изменения и использование СМИ для того, чтобы информировать и активировать сообщества, чтобы они были заинтересованы в решении социальных вопросов. Что я покажу? Покажу краткий трейлер для того, чтобы в визуальном пространстве возникло понимание, то есть проект, который называется «Новейшие американцы». Я реализую уже последние семь лет. Иммиграция и идентичность. Поделюсь с вами кратким видеороликом этот трейлер для того, чтобы дать вам ощущение в той части истории, о которой мы говорили. Мы находимся в тени Нью-Йорка. То есть в Нью-Йорке у нас столько много талантов, но их просто нужно признать. Я иммигрант, я художник, я организатор и я вдохновляю людей. У многих людей нет машин, нет телефонов, нет ничего, нет базовых вещей. Я, моя родина, моя родина – это я. И у меня есть огонь в своем сердце, когда я вижу свою родину свободной. Каждый раз, когда я говорю, я остановлюсь, но я не могу. Нью-Йорк был местом для въезда мигрантов. Если вы приехали откуда угодно, то впервые вы попадали в Нью-Йорк. Большую часть моего детства мой отец, он путешествовал по всему миру, писал поэзию, занимался разными вещами. То есть он даже дошел до мэра Нью-Йорка. До мэра города. Моя семья из Пакистана, Египта, Пуарто-Рика, Индия, Непала, Руанда. Я впервые в своей семье рожден в Америке. Новейшие американцы. История из глобального города. Хорошо. Итак, фактически я сейчас отключу демонстрацию экрана, потому что я думаю, это будет вас меньше отвлекать, если я лучше буду видеть, что происходит на мониторе. На мониторе. Итак, я буду включать, выключать экран, так что потерпите с точки зрения технических деталей. Итак, я показал вам это видео, потому что хочу, чтобы у вас появилось ощущение под целом диапазоне повествования, это семилетний проект. Мы взяли проблему, то есть вопрос эмиграции. Концепция состояла в том, что США находится на этапе трансформации с точки зрения понимания того, кто американец, смесь культуры, этническая идентичность, как эти идентичности формируются, что это означает быть американцем. То есть мы взяли вот эту основную тему, подумайте о том, что же с этим делать. То есть вы выявляете разные темы, скажем, эмиграции. Каким образом все это транслируется в фильмы? Короткометражные фильмы, я думаю, о большом количестве короткометражек. Если видите, у нас целый диапазон разных историй. Нужно найти способы взять то, что является темой или проблемой, и транслировать это в историю. Это не одно и то же. Очень часто, конечно, вдохновляющие кинопродюсеры приходят и говорят, я хочу что-то сделать, подскажите. То есть, например, реформа полиции — это проблема, а не история. Какая ни была бы проблема, вам необходимо рассказать, каким образом двигать это на следующий шаг, и каким образом это уже станет повествованием. Обычно, с моей стороны, что я делаю, провожу исследования. Все начинается с большого количества исследований и глубокого понимания вопросов. И, конечно, в понимании вопросов мы всегда выявляем маленькие удивительные детали. Если подумать о том, каковы эти детали, каким образом все это разворачивается в некое повествование. мы всегда ищем вот эти элементы пазла, которые не являются очевидными для других людей, то есть, получение глубоких знаний и попытка понять, каким образом все это превращается в повествование. Еще, о чем мы очень активно думаем, это вот эта история, которую пишут мало или уже пишут слишком много. и если вам кажется, что этого никто не видел, то необходимо понять, каким образом донести эту историю с более глубокими знаниями. То, что, по вашему мнению, вы действительно, так сказать, делает эту историю прорывной для большой аудитории. если история уже публиковалась, нужно понять, как это сделать уникально. То, чтобы это было до сих пор удивительным, и вы помогаете людям понять какие-то вещи более оптимально, чем они, скажем, уже понимают. То есть, с точки зрения понимания, как рассказать данную историю, первое самое важное, первый самый важный вопрос, почему вы? Какой доступ у вас имеется? Есть ли у вас какие-либо особый доступ к истории или к людям, которые являются экспертами? Еще один вопрос, почему делать это в фильме? Подумайте о том, чего может достичь фильм. А письменное произведение не может достичь своей очереди. Первый момент о фильме, что вы позволяете людям говорить собственным голосом. Это достаточно критично для всех этих историй, которые мы рассказываем, потому что есть и другие люди, которые переживают те же самые ощущения, те же самые знания, то есть поиск правильных голосов, в конечном итоге персонажей, чтобы донести историю, это как раз таки то, что делает или ломает хороший фильм. То есть поиск персонажей, не все, кто имеет знания или опыт, не являются хорошим рассказчиком. То есть мы ищем способом, каким персонализировать данную историю, чтобы вы могли, так сказать, взять людей в путешествие через собственные переживания. И, пожалуй, одна из красот производства кино, что это погружает людей в жизни других людей. Таким образом, что прочтение статьи в журнале, в принципе, оно такого не достигает. Вы слышите голос, вы идете, путешествуете с кем-то, вы используете все вот эти органы чувств, чтобы пережить эти ощущения в фильме. И предварительные интервью с людьми, масштабные предварительные интервью. Я очень много общаюсь с экспертами, потому что я хотела бы получить сама достаточно опыта в этой сфере, то есть убедиться, что я рассказываю историю правильно. Одна из самых больших ошибок, которые мы совершали, как журналисты и кинопродюсеры, предполагали, что мы заходим в проект с определенными тезисами. То есть мы уже решили, какова история. Я совершала гигантские ошибки в своей истории, в своей карьере. То есть пыталась рассказать историю, но я на самом деле не слушала и не обращала внимания на правдивую часть истории, которая представлялась в процессе. Но я была настолько нацелена на то, чтобы рассказать историю, как я ее понимала, что я ее выпускала из виду главную. То есть в процессе при продакшене необходимо держать глаза открытыми, уши открытыми, чтобы могли слышать какова же реальная история. Также я думаю, что очень важно постоянно спрашивать людей, которых вы собираетесь снимать, что, по вашему мнению, является важным. Не то, что я считаю важным, а что вы считаете важным. То есть позволять экспертам, позволять людям, которых вы снимаете, так сказать, вести вас. Когда вы идем на интервью, я слушаю, откуда этот человек хочет, так сказать, дать интервью, из какого места, потому что есть какие-то вещи, которые нужно рассмотреть и понять, почему это настолько важно для человека, который доносит данную информацию. То есть фактически, я хотела бы поделиться с вами кратким видео, чтобы мы могли поговорить об элементах в этом фильме и поговорить о том, каким образом мы переходим от концепции к самому фильму. То есть это краткий ролик, который также был частью проекта «Новейшие американцы», история, которую мы запустили, то есть запустили весь проект. Я разобью его на элементы после того, как будет шанс посмотреть. «Новейшие американцы» «Новейшие американцы» «Новейшие американцы» «Нометки о моей родине» «Я начал пытаться понять мое идентичность как сирийца с американской точки зрения. Честно говоря, я не думаю, что такой композитор, как я, возможно, существовал бы в Европе 50 лет назад. Я не смешиваю Запад или Восток. Малек Джандали — композитор. И я беру свое наследие и размещаю его в симфоническую форму. Я никогда не играл классическую музыку. То есть та, которая дает вам уровень познания, уровень интеллекта, который композиторы имели до диктатуры в Сирии. С 49-го элемента в 1992 году в Музыкальной Академии в Дамаске я учился. Да, но это гениальный человек, умный. И имеет достаточно энергии. Если ее активировать, то это действительно поменяет наш цикл, поменяет наше время на другое измерение. Я обнаружил, что, в общем, мои предшественники изобрели музыкальные ноты. В 400-м году до нашей эры, буквально несколько лет назад, до революции, отправился в Сирию для того, чтобы представить мой проект «Покосмукарет». И они меня заблокировали. И меня заставили встречаться с диктатором, генеральным командующим, чтобы мне дал зеленый свет для того, чтобы я просто выступил с музыкой. Я представил свои произведения, представил их по таким давлением, то есть ощутил вот эту диктатуру и подумал, а, я не могу вышли. Это была та же самая причина, по которой я первоначально уехал из Сирии. Стратегия диктатуры была подавить человеческий дух. В 2011 году я услышал о детях, которых пытали. И я подумал, о, это вот первая дама и ее муж арестовали этих детей, пытали этих детей. И когда родители пошли в полицию, они сказали, так, идите, родите новых детей, ваши дети не выйдут. Я подумал, о, боже мой, что же можно делать? Все, что у меня было, это музыка. И я вот написал вот такую мелодию. Фа минор. У меня не было слов, не было лирики и заметки для моей Родины. Я Родина. Моя любовь к тебе, это огонь в моем сердце, когда я вижу тебя свободно. Это песня, то, что я посвящаю своей Родине. Я считаю, что это, пожалуй, самая важная песня с 1907 года. Потому что первый раз, когда мы начинаем петь о типе страны, которую мы хотели бы увидеть с 1987 года. То есть никто нам ничего не навязывает. У меня было приглашение в Арабский комитет антидискриминации в Вашингтоне. Можете играть любую музыку, кроме этих. Да? Правда? Но мы же в Америке, это что, цензура? О, извините, я гражданин. У меня есть права. Когда они запретили мою музыку в Вашингтоне, мы, как сообщество, смогли организовать мероприятия в нескольких шагах от Белого дома. И я исполнил свою песню «Заметки моей Родины». Через 72 после этого утепления, через океан, диктатор принял высшее руководство отправить своих спецагентов к моей матери. Они ее избили. То же самое с моим отцом. Они его надели наручник и избили его. Именно из-за музыки. После этого происшествия, люди вышли на демонстрации на улицах. Смирная демонстрация. И диктатор создал им проблемы самого разного рода. Один сириец, который коснулся моего сердца, он был пожарным. Он мобилизовался в Кашу. Его звали Ибрахим Кашуш и он сказал «Вашар, уходи». «Вашар, уходи» на арабский. Ибрахим Кашуш. Кашуш в итоге был убит. Они разрезали ему горло, вырезали язык. Услышал эту историю, написал свою симфонию. Назвал это симфония Ашуша. Я убрал всю поэзию. И вы храните у себя эту поэзию. И я постараюсь создать элегантную симфоническую работу, чтобы построить мостик между людьми там и людьми здесь. Я играл Моцарта, играл Рахманинова, концерт для пианино Чайковского, но я понял, какова мощь музыки, какова ее власть. Концепция гражданства. Вы знаете, для вас это нормально, а в арабском мире на Ближнем Востоке граждан нет. Они потребители и их потребляют диктаторы. Они гражданами своих стран не являются. Только Америка дала мне вот это пространство, вот эту способность быть мостиком между людьми там и людьми здесь. Лик Чандали, Сирийская симфония. Заметки для моей Родины. Хорошо, итак, конечно, в этом коротком видеоролике очень много это, так сказать, уносит вас в путешествие. Хотелось бы рассказать о различном выборе и элементах, чтобы вы могли применить это в вашем собственном процессе, когда будете сами снимать короткометраж. Во-первых, это персонаж, то есть сам фильм основан на вот этом персонаже. Мамад Джандали, он персонаж, который берет нас в путешествие, его личные переживания. Он рассказывает нам об очень важном глобальном кризисе, и определенно вопросы, о которых пишут в новостях, о которых мы много знаем, потому что мы читаем о войне в Сирии, но что позволяет нам история этого человека, позволяет нам погрузиться, насколько этот конфликт оказывает влияние на жизнь людей. На их жизни, на их семье, то есть рассказывается история человека, то есть такое расследование, которое показывает коррупцию, войну, конфликт и смерть. Что делается? Это настолько близко это доносит до нас, что интенсивность этого конфликта влияет на личную жизнь людей. Это очень четко продуманный подход к самой тематике. Также это очень удивительный подход к теме, потому что мы входим в него через культуру, входим через композитора, через музыканта, который очень талантливый. Конечно, есть фактически вот такой вот практически осязаемый способ, когда мы входим в эту историю. То есть мы хотим далее отправиться в эти путешествия, потому что мы начинаем связываться с музыкой, связываться с этим человеком. Поэтому это очень важно в производстве фильмов, чтобы вы поступали таким образом, чтобы вы подключались к истории. То, как сам фильм построен, если подумать об этом, он открывается драматическими съемками, то есть хаос, выстрелы, можно увидеть людей, люди падают. Вы знаете, что здесь конфликт. То есть получается, что это будет достаточно интенсивная история. И далее быстро также оказываетесь в студии, где музыканты просто репетируют. То есть открывает дверь для зрителя для того, чтобы понять, что происходит что-то драматичное. Но теперь я переключаю скорость и хотела бы понять, почему мы попадаем в студию с кучей музыкантов, и вы поймете, как это все переключение произошло, то есть вы перестали смотреть. То есть это, так сказать, стимулирует ваше любопытство, потому что есть эмосвязь между борьбой на улицах и по какой-то причине между людьми, которые вот в этой безопасной студии просто репетируют. Если подумать о направлении истории, вы знакомитесь с Маладжаном, понимаете, откуда он приехал, понимаете его предысторию. Далее фильм доходит до климакса, когда рассказывает историю о том, что произошло с родителями. То есть он рассказывает историю собственной эволюции, рассказывает историю конфликта в Сирии, но на самом деле все это сводится к тому, что он объясняет, что же происходит с его родителями. И вы, у вас личная привязанность появляется, сирийцы страдают, и когда два элемента встречаются, то все это становится достаточно реальным. То есть это уже доходит до другого уровня. Далее, если подумать об этом, все это выходит из климакса, обычно вот так, то есть там набирается момент, доходит до климакса, и наступает окончание процесса, потому что как только у вас наступает климакс в этом повествовании, то есть происходит, что вы как бы сворачиваете и делаете основные выводы. То есть в конечном итоге он закрывает свой сентимент и говорит, что это касается гражданства. То есть фактически все это он заворачивает в одно большое сообщение, которое связано с тем, что же это фактически означает быть частью более масштабного сообщества, и напряженность между США и другими странами, насколько важно для него взаимодействовать и носить свой вклад как гражданина. Хотела бы поговорить о СМИ, о носителях, которые здесь используются. То есть я нахожусь здесь, в Нью-Джерси, рядом с Нью-Йорком. Если посмотреть, где мы снимали, все это снимали с местного масштаба, весь фильм, он базируется всего лишь на двух интервью, один с Маликом Джандали и другой с другим музыкантом, который также является частью его ансамбля. То есть всего лишь два голоса, которые рассказывают вам всю эту историю. В основном это один голос, голос Малик Джанд. То есть это высокоперсонализированный подход, то есть по сути это новость. У нас есть преимущества, то есть все видеосъемки, документальные кадры, они из Сирии, журналисты, граждане, которые снимают, некоторые профессиональные, некоторые ролики были сняты с телефонами. То есть, конечно, потребовались исследования, поиск на Ютюбе. Ютюб, конечно, является одним из самых источников. Если вы собираетесь использовать видео кого-то, то нужно связаться с ними и попросить их разрешения, что мы сделали значительно. Пришлось провести масштабные исследования для того, чтобы удостовериться, что мы сможем, так сказать, вставить это в фильм и почувствовать вам, передать вам это ощущение на местах. То есть, видите, качество видео, иногда легко смотреть и понять, иногда это слишком близко или слишком далеко. Я, как редактор, почувствовал, что качество съемок, оно было вторичным относительно самого содержания. Иногда вы пытаетесь снимать красивые фильмы, и видео должно быть действительно к имматографическому уровню. А иногда вы должны погружаться, и это видео должно быть такого типа, по характеру, как горилла. То есть, такое необъятное и страшное. То есть, конечно, и фотографии мы использовали, снимки фотографировали в Сирии несколько раз. То есть, было преимущество целого архива, очень мощные фотографии. Также прошу подумать о звуке, потому что звук сыграл очень мощную часть в этом фильме. Звук – это, пожалуй, самый важный компонент для создания мощного эффективного фильма. Также видеоматериалы очень… Они имеют простительный характер, но звук нет. Если звук плохой, то очень сложно спасти качество аудио. Конечно, очень часто можно снять хороший фильм на основе картинок, видеоматериалов, которые не очень хорошие. В качестве редактора можно компенсировать эти недостатки, но видеоматериалы можно компенсировать. Компенсировать звук нельзя, это не очень хорошо. То, каким образом работает наш мозг, он должен быть способен переработать этот аудиосигнал для того, чтобы, так сказать, пройти вот это путешествие. Визуально мы гораздо более простительные, чем, скажем, с точки зрения звука. Если звук сложно слышать, то мы выходим из вот этого ощущения и говорим, «Так, что это? Так, что это? Я не понял. Я не понял, я пропустил». А с визуальным рядом можно посмотреть и сказать, «А, я понимаю, о чем там говорится». То есть я знаю, что это такое. Поэтому очень важно, когда вы будете производить собственный фильм, продюсировать звук, он не должен быть на втором плане. Звук должен быть первичным носителем. Итак, в этом фильме, если вы заметили звук, есть очень много слоев, потому что это касается композитора, это касается музыки. Но если вы заметили, есть шанс, то есть люди на фоне призывают кого-то, это с улиц Сирии, там музыка, очень много разных слоев. Очень много слоев визуальных материалов, то есть каким образом вы создаете фильм. Нельзя думать, картинка, 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 одна за другой, последовательно. Иногда необходимо думать о том, каким образом все это наслаивается. Визуально аудио накладывается звук, и в случае этого фильма очень много видеоматериалов наслаивается. Большой объем аудиоматериалов накладывается. То есть необходимо, так сказать, отходить от подхода, когда все изолировано друг за другом. Нужно думать о том, как это все может играть вместе. Я очень много думаю о танцах. Для меня радость жизни — это танцы. Когда вы делаете фильм, вы создаете танец. Вы создаете танец из визуальных материалов и звука. То есть это танец между разными людьми на танцевальной площадке. И то, как они двигаются по-разному. Вы создаете танец в том смысле, что он двигается иногда быстро, темп ускоряется, темп замедляется. То есть действительно нужно дать себе вот такой вот неожиданный захлест с ощущениями. То есть, так сказать, оптимальный опыт переживания танца. Я не знаю точно, какое будет время завершения, потому что начали немножко позже. Но то, что хотела бы сделать, я собиралась показать еще один трейлер из моего недавнего фильма. Это двухминутный трейлер, и я буду говорить о генезисе данного проекта. И, пожалуйста, подумайте о ваших вопросах, потому что я была бы рада ответить на любые ваши вопросы. Во многих странах есть примеры, есть некоторые сообщества. Люди живут в каких-то старых плодах на старых промышленных объектах, а земля вокруг просто токсичная. Более двухсот токсичных площадок. Большая часть промышленного наследия города Нью-Арк находится в месте, которое называется Ironbound. Там столько вещей сконцентрировано на одной территории, то есть буквально на расстоянии от одной мили от того, где живут люди. Вы не только дышите одним химикатом одновременно или одним загрязнителем одновременно. Вы подвержены воздействию целого спектра загрязняющих веществ. Мы те люди, которые живут под воздействием массового потребления. Людям кажется, что нужен ураган, чтобы это сделать. Нет, нам просто нужен простой дождь. Мы видим происшествия высокого уровня сердечных приступов. У детей проблемы с обучением в школе из-за воздействия окружающих средств. Я не считаю это ничем, кроме как пожертвование, пожертвование собственной жизни. Мы не можем просто тихо сидеть и ждать, пока все это влияет на наше новое поколение. Чтобы вызвать изменения, нельзя отбирать власть у местных сообществ. Люди должны выражать свой голос. Зона пожертвования. Хорошо, это небольшой вкус или ощущение этого фильма, который называется «Зона пожертвования». Зона пожертвования рассматривает вопрос экологической справедливости. То есть рассматривается один район в городе Нью-Арк, штат Нью-Джерси. И это как раз таки тот район, который является промышленным или ранее был промышленным, где находится более 200 площадок старых промышленных объектов, которые сильно загрязнены. То есть участки земли, которые подвержены загрязнению. Там имеются мусоросжигательные заводы, две электростанции. Имеется завод по переработке источных вод, порт, аэропорт. И все это на площади в четыре квадратных миля. Очень маленькая территория. И около 50 тысяч человек живут на этих четырех милях. Опять-таки, это проблема. Проблема с тем, что обычно черные люди, латиносы, которые проживают на территории, которая сильно загрязнена. Когда мы решили рассказать эту историю, возникла проблема. Вы видите проблему. Каким образом транслировать эту проблему в фильм? То есть вы услышали все эти голоса. В итоге мы нашли группу людей, которые боролись за то, чтобы защитить свою окружающую среду. Боролись за более оптимальное зонирование, более мощную защиту от промышленности. Группа людей, которые обычно не имеют никакой власти, которые требовали, чтобы правительство прислушалось к ним, чтобы защитить их дома. И так в этом процессе потребовалось долгое время, чтобы построить доверие, наверное, около года времени, чтобы проводить встречи с этим сообществом. Люди чувствовали себя в безопасности, что их уважают, уверенно чувствовали, что является частью данного фильма. Я пришла к этому фильму, не понимая, каково будет сам инструмент повествования, но подумал, что я вскоре это пойму. То есть история в итоге оказывается, то есть это фильм, когда рассказывается так, что несколько женщин руководят борьбой в своем сообществе для того, чтобы закрыть мусорожигательную фабрику поблизости. И рассказывают эту историю. Опять-таки рассказывают гораздо более масштабную глобальную проблему. Она касается сообществ, которые страдают, потому что у них нет никакой защиты от загрязнений. Итак, это также фильм, который оказал серьезное воздействие. Мы пытались использовать этот фильм для того, чтобы образовывать людей и влиять на политику, правительство. Этот фильм, он демонстрировался в значительной степени и в этом регионе, и теперь на территории США. Фильм является очень полезным инструментом для того, чтобы рассказать достаточно сложную ситуацию, чтобы широкая общественность более четко понимала комплексный вопрос. Итак, что хотела бы узнать, потому что уже без пятнадцати восемь, есть ли вопросы, была бы рада ответить на любые вопросы. Если нет, буду продолжать говорить. Да, у нас есть вопросы к вам. Некоторые из вопросов они от слушателей онлайн. Начну отсюда. Человек, который присутствует здесь со мной в гайд-парке Алматы. Давайте попросим его задать вопрос. Человек с микрофонами. Большое спасибо за вашу презентацию. Это было очень интересно. И мой вопрос, он касается регламента. Есть ли у вас какой-то регламент, например, три минуты или пять минут, для того, чтобы снять видео? Если много информации, то есть давать ее пять минут. То есть требуется ли делать фильм в течение трех минут? Есть ли у вас какая-либо информация из ваших фильмов? Да, замечательный вопрос. Потому что мы живем в эру, когда... То есть, конечно, это имеет значение или не имеет значение. Мне хочется об этом поговорить. Потому что в прошлом, когда что-то снималось, были очень четкие временные ограничения. Потому что это вещалось по телевидению. Даже в США, например, есть такой вещательный час. Публичное телевидение было 56 минут 40 секунд, например. На новостных каналах 30 секунд. То считалось это очень долго. С точки зрения, когда мы производим фильмы, хотелось бы снять фильм, который бы сам диктовал, сколько ему нужно идти, чтобы рассказать всю историю. Большая часть из нас, конечно, снимает разные версии фильма, которые имеют разную продолжительность. Например, «Зона пожертвования». Я получила финансирование для того, чтобы снять фильм на полчаса. В ходе съемок я наснимала столько, история была настолько масштабная. Мы сначала сделали часовой фильм. А финансирующая сторона сказала, да, хорошо, нормально. Но необходимо сделать полчасовой фильм. После этого мы взяли час и урезали его в полчаса. Далее мы взяли полчаса, сделали трейлер, который имеет секунд 90. Потому что трейлер иногда, это как раз таки то, что большинство людей видит. Этот трейлер видели сотни тысяч людей, а сам фильм видели, может быть, десятки тысяч людей. Поэтому это действительно ценно думать о том, что вы делаете для того, чтобы создавать версии разной длины. Потому что, возможно, вы показываете десять минут в одном месте, пятиминутные в другом месте, шестьдесят секунд где-то еще. И, конечно, нужно рассказать очень много историй за короткий период времени. Конечно, история будет неполной, но можно получить основное, то есть донести основной посыл этого фильма. Я делаю очень много работы для клиентов, очень много работы для НПО, и часто мы снимаем трехминутные ролики для НПО. И с моими клиентами они часто приходят ко мне и говорят, мы хотели бы короткий фильм, фильм, который на полчаса буквально. Я объясняю, что полчаса – это не короткометражный фильм, это не такой короткий, это требуется очень много слов для того, чтобы рассказать замечательную историю за полчаса. И я думаю, что очень часто в качестве правил, когда вы смотрите фильм, делитесь им, перед тем, как кто-то заговорит, спрашивают, как вы думаете, сколько был этот фильм? Потому что эта история, она о многом рассказывает, если ваш фильм рассказывает, то людям покажутся, что он короче. Если фильм тянется и тянется, то люди скажут, да, показалось, что это минут десять, хотя минут было семь. Я думаю, что очень важно, чтобы вы использовали открытое сознание. Мы начинаем, конечно, с монтажа длинного фильма сначала, потому что очень много информации, также вы прикреплены к тому, что вы сняли. Но в конце концов, лучшие фильмы, они короче, более сжатые и продолжают двигаться. Продолжают задействовать аудиторию очень активно. Но для НПО я скажу, что трехминутный ролик, он идеально служит для их целей. Еще один последний момент, если подумать о том, где будет, нужно подумать о том, где будет показываться фильм. Если фильм будет показываться, например, на конференции, и это начнет панельное обсуждение, скажем, то фильм должен быть очень коротким, потому что он оцелен на то, чтобы все сконцентрировались на той же самой теме. И далее будет происходить обсуждение. Если фильм будет показываться в классе, например, в течение часа, его сложно показать в классе, потому что не будет времени на обсуждение. Вы всегда думаете о том, где фильм будет демонстрироваться. И если это будет социальных СМИ, и, например, то, конечно, нужно, чтобы он был очень коротким для социальных СМИ. Так же, когда люди смотрят все онлайн, их спектр внимания достаточно короткий. То есть фильм должен активно вовлекать людей. Если он не такой, то люди больше минуты смотреть это не будут. То есть подумайте о том, где ваша аудитория. Еще один вопрос о ваших клиентах. Кто обычно ваши клиенты? Каким образом вы монетизируете вашу работу? Всегда большой вопрос, и, конечно, сложный вопрос для всех нас. Я занимаюсь этим достаточно долго. И это продолжает оставаться проблемой. Я работаю в моей компании, Talking Eyes, она некоммерческая. Это означает, что мы находимся в области публичных интересов. Все мои клиенты — это НПО, это частные фонды, некоторые из них местные, некоторые крупные международные НПО. Также мы очень активно работаем для вузов. Я работаю в области образования. Конечно, вузы очень хорошие клиенты, потому что у них есть бюджеты. Во-вторых, у них есть аудитория для фильмов, которые они пытаются произвести. И третье — это очень важный инструмент повествования, потому что вузы проводят очень рядовые исследования. То есть это как раз-таки наши клиенты. Я не знаю, конечно, можно предполагать, что можно много денег заработать, работа с государственными фондами или организациями. Я не работаю в этом пространстве. В основном я получаю гранты от правительства и частных фондов. Гранты, конечно, они отличаются. С грантом вы сначала продаете свой проект, и вам предоставляется финансирование. А НПО, которое вас нанимает, то есть они уже являются клиентом, то есть необходимо выполнить в точности то, чего они просят. У меня также имеется вопрос о, не знаю, как это сказать, о бетических аспектах. Ваши предыдущие фильмы, они демонстрировали там были сцены, то есть там убитые маленькие дети. Нужно ли демонстрировать подобную информацию в фильме? Может быть, нужно упустить эту информацию? Вот такой вопрос. Я думаю, что есть большая разница между насилием или страданиями, и это является основной частью истории, в отличие от благодарственной населения, то есть то, что становится неким воеризмом или чем-то ненужным. Например, в фильме, который я показывала, съемки, которые я показывала, они были настолько хуже, съемки, которые я нашла. Там один клип, в частности, был, где мать плачет, и это видео переходит далее, и вы увидите ребенка, у которого отсутствует лицо. И для меня было важно продемонстрировать насилие, потому что насилие было реальным, но и также был лимит относительно степени, степени, которой страдали эти люди. То есть насколько это было приемлемо для демонстрации в этом фильме. То есть я подумал, что на этическом уровне это было важно, поделиться данными видеоматериалами в этом конкретном фильме. Но я не верю, что вам необходимо быть слишком, скажем, грубыми или слишком, там, благодарными. Меня расстраивает, когда у меня есть ощущение, что нет хорошей или действительно причины, чтобы демонстрировать подобного рода картинки. То есть я посчитал, что это важно здесь, то есть что это было центром истории Маладжана, то, что его активировало фактически. Но все должны принимать собственные решения, и все этические вопросы, они связаны к самому повествованию. Каждый из нас должен отвечать на эти вопросы сам. Также необходимо отвечать на вопросы людей, чьи имиджи появляются в наших фильмах. Спасибо. Спасибо. Хорошо, большое спасибо за этот вопрос. Еще один вопрос от одного из наших онлайн-зрителей. Вопрос следующий. Как вы думаете, почему возник серьезный интерес к документальным фильмам? Есть ли какой-то неожиданный интерес к этим документальным фильмам? Абсолютно согласна. Это замечательное время, чтобы снимать документальные фильмы. И я думаю, что хорошая сфера сейчас, потому что мы все, мы являемся визуальными существами, и живем в визуальную эру. И также мы онлайн можем делиться этими фильмами гораздо более масштабно, чем раньше это было возможно. Я думаю, что рынок большой. Также считается, что реальность задавали этот вопрос, как монетизировать эти вещи. Каждая организация, она становится публицистом. А они раньше не существовали. То есть, каждая некоммерческая организация, фонд, государственный орган, коммерческие организации, все имеют веб-сайты, у всех имеются странички в социальных СМИ. Все должны подавать информацию. То есть, все становятся публицистами. Я считаю, что это замечательное время, чтобы снимать фильмы. Есть куча способов, каким образом это можно делать. Есть потребность в этих материалах. И люди, наверное, меньше читают. И один момент о документальном фильме. Документальный фильм. 10 минут можно рассказать историю, которая кому-то потребовала бы месяца. Месяца просто для понимания через чтение разных источников. Поэтому я думаю, что это достаточно ценный способ коммуникации, передача большого объема информации за короткий период времени. Абсолютно точно. И ранее вы говорили о продолжительности короткого документального фильма, насколько он должен быть коротким. Отвечали на вопросы, попытались ответить. Но считаете ли вы, что из-за того, что продолжительность внимания современных пользователей социальных СМИ, то есть пользователей роликов YouTube, то есть внимание настолько короткое, одна-две минуты, это влияет на документальные фильмы, и, возможно, какой-то день повлияет на все видеоматериалы, которые мы потребляем. Я думаю, что есть место для короткой формы и длинной формы. Я думаю, что они не являются взаимоисключающими либо это, либо то. А я думаю, что могут существовать обе формы. Поэтому я считаю, что ценно монтировать фильм настолько длинным, насколько вы считаете, потом создавать короткие версии, потому что вы знаете, что только три минуты, вероятно, могут использоваться в различных контекстах. Или тизер, трейлер. Все это ценно. Я думаю, что некоторые люди имеют больше внимания, чем другие. Я думаю, что некоторые элементы, некоторые люди дают больше внимания, другие меньше. Статистически говорится, если в течение первых семи секунд не заинтересовать зрителя, в частности, в разделе новостей, я думаю, что есть вот такие короткие элементы, то есть люди останутся или нет с видео. Я думаю, что это просто доказывает, что не все является черным или белым. Я думаю, что необходимы короткометражные фильмы, очень короткие. Например, трейлер «Пожертвование». Я думаю, что это очень ценно, потому что большинство людей считают, что они увидели фильм. То есть они увидели трейлер, это все, что они готовы посмотреть. На обратной стороне, во многих контекстах, просмотр полочасовой версии фильма все равно возникает ощущение, что он мог бы быть длиннее, потому что люди инвестировали в этот вопрос, они действительно ему привержены, проходим вот это путешествие, и люди хотят узнать больше. Поэтому я считаю, что необходимо думать о ваших медиа, как они обслуживают множественные цели. То есть не нужно обманывать ваши медиа, носители, потому что звук, видео, то есть чтобы кратко привлекать внимание социальных СМИ. Большое спасибо за ваш ответ. К сожалению, это все время, которое у нас было на вашу презентацию. Джулия, это было очень интересно. Большое спасибо от имени всех зрителей онлайн и оффлайн. Большое спасибо, что уделили ваше время и присоединились к нам на фестивале CoViral. Спасибо, для меня было большое удовольствие и приятного встречи с Эд Каши. Да, прямо после вас. Спасибо. Дорогие друзья, это была презентация Джулии Винокур на тему о том, как создавать карткометражные документальные фильмы. Прежде чем мы перейдем с вами к следующему презентующему, позвольте вам еще раз напомнить о партнерах нашего фестиваля, о том, с чьей помощью этот фестиваль создавался. Мы бы хотели выразить огромную благодарность дипломатической миссии Соединенных Штатов Америки в Казахстане, посольству США в Таджикистане, в Узбекистане, Кыргызстане, а также Туркменистане. И, конечно же, огромная благодарность Акимату города Алматы. В числе прочих, хотелось бы выразить благодарность нашим партнерам. Это «Американ Филм Шоукейс», «Американ Мьюзик Аброд», «Шеврон Казахстан», «Астана Хаб», «48 Ауэр Филм Рейс», «Айграфик», «Агаахан Мьюзик», а также те, у которых мы в течение этих 10 дней в гостях, «Хайт Парк Алматы». Также большое спасибо нашим медиапартнерам. Это «Блюскрин», «Окно», «Лиму», «Бизнес и власть», «Проект WeProject», «Эйтинг Пласс Айди», а также «Генезис». Сейчас у нас по программе будет презентация Эда Каши. Кстати, вот супруга и мужа предыдущего спикера Джули Винокур. Эда Каши, мы с ним виделись и встречались уже вчера. Он рассказывал нам о своей работе. Сегодня мы с ним поговорим о правозащитной журналистике. Прежде чем мы начнем, презентация Эда также будет на английском языке. Если вы хотите смотреть ее на русском языке, те, кто смотрит нас онлайн, то на нашей странице на платформе YouTube одновременно идут две трансляции на русском и на английском языке. Вы можете сделать выбор, на каком языке вам смотреть трансляцию. Также не переключайтесь, оставляйте все ваши вопросы для Эда. Итак, Эд Каши. Это мой второй день в рамках. Я опять рада, чтобы выступать в этом группе и в этом фестивале. Очень приятно участвовать в этом фестивале. И, как я говорил вчера, надеюсь, что когда-нибудь приеду в Казахстан. Это перед тем, как вы начнете, хотел бы упомянуть для нашей аудитории онлайн и офлайн, люди, которые находятся здесь со мной, в гайд-парке. В конце выступления у нас будет сессия вопросов и ответов. Можете подойти и задать их отсюда. Для всех тех, кто смотрит нас онлайн на платформах YouTube и Facebook, можете оставить ваши комментарии в чат-боксах под нашей трансляцией. И в конце выступления я задам все вопросы от вашего имени. Это будет все адсы. Площа у вас. Вы можете начать. Хорошо. Итак, опять-таки, ребята, большое спасибо, что соединились. Хотел бы видеть, конечно, людей, хотел бы увидеть лица людей. Ну, я подключен сам онлайн. Большое спасибо, что поприветствовали меня. Предыдущая сессия была очень интересной. Джулия рассказала интересные истории. Мы работали вместе. Вот эта идея адвокации работы, адвокатирования в качестве визуального повествования. Я думаю, что это серьезно отличается от того, чтобы просто заниматься обычной журналистикой. Потому что в основном это касается того, как наша работа может оказать воздействие. Как наша работа может вызвать изменения. И эти изменения, по нашему мнению, если посмотреть на работу моих коллег во всем мире, то есть она может транжироваться от изменения законов или правительства страны. или, например, привлечение пожертвований, десятков тысяч, сотен тысяч долларов пожертвований для конкретной цели, но в некоторых случаях конкретного человека. То есть мы можем менять жизни людей. Это может влиять на политиков. Итак, то есть есть разные формы изменений, которые могут срабатывать. что хотел бы сделать в течение следующего часа или меньше, чтобы было время для разговора, вопросов и ответов. Хотел бы поделиться с вами примерами проектов, которые я реализовывал, а также продемонстрировать мою личную эволюцию в качестве фото-журналиста, специалиста-рассказчика визуальных историй в адвокационной журналистике. Но вопрос в том, почему мы делаем нашу работу. Для меня, чтобы взаимодействовать с миром по вопросам, которые меня интересуют, и с использованием моей особой страсти и навыков как специалистов визуального повествования, чтобы оказывать воздействие, что заставляет меня выбирать мои проекты. Конечно, в целом, это желание сфокусироваться на вопросах, которые недостаточно освещаются. Или для того, чтобы показать новые углы на те истории, которые вы уже слышали и знаете. Мне потребовались годы для того, чтобы понять, что моя работа уже оказывает воздействие, а каким образом это может транслироваться в различную коллаборацию с неправительственными организациями. Мы их называем НПО, фондами, некоммерческими организациями, иногда даже правительствами, корпорациями и, конечно, СМИ. Конечно, разные сценарии я расскажу, которые могут стимулировать ваше сознание с идеями о том, как вы можете реализовывать или эти намерения для работы. Таким образом, фундаментальная разница между работой по адвокации и журналистикой, хотя они накладываются, они достаточно аналогичные с работой по адвокатированию, все касается не всегда демонстрации мнения обеих сторон. В основном, это вот есть проблема, и я хотел бы пролить на нее свет. Также хотел бы продемонстрировать, как эти разные решения, как они реализуются, каким образом люди, которые работают, чтобы решить проблему, опять-таки, так может быть корпорация, НПО, правительство, фонд, научные круги, это может быть группа людей. Потому что то, что я понял в течение ряда лет, в особенности в западных СМИ, где все очень открыто, и обо всем практически пишется даже против мнения правительства, то есть корпоративных лидеров, политиков, то есть это всегда отрицательно, и под отрицательным я имею в виду все, что мы делаем, это демонстрируем проблемы мира. Насколько я понял, многие люди, они просто отворачиваются от СМИ, потому что это становится им слишком много. Для них это слишком много. Мы, человеческие организмы, у нас есть только определенная емкость поглощать боль, драму, или войну, или смерть, или насилие. То, что я вижу, то, как я вижу роль журналистского адвокатирования. Нужно проливать свет, но и также демонстрировать потенциальные решения, чтобы это давало зрителю определенную надежду или даже вдохновляло их на то, чтобы взаимодействовать или, скажем, пожертвовать средства, пожертвовать время, иногда даже вступать в организации для того, чтобы работать в направлении решений. Итак, первая часть моих работ, которая показывала эта работа, я начал в 1991 году, изучал историю курдского народа. Курды — крупнейшая этническая группа в мире, без собственной страны. В основном они проживают в Турции, в Ираке, в Иране, в Сирии, в Ливане, даже в США. Они — это диаспоры, они распространены в Европе, в Германии в особенности. Около миллиона курдов, пару миллионов курдов проживают в Германии, в Соединенном Королевстве. Итак, я попытался рассказать историю для журнала National Geographic о борьбе курдского народа. Для того, чтобы продемонстрировать, каким образом их культура подавляется. При Саддаме Хусейне были кампании геноцида против них 1975 года по 1991. Для того, чтобы просто увеличить информированность. Мне кажется, что это фундаментальная цель журналистики в том, чтобы улучшать информированность, информировать людей, позволять вам, зрительской аудитории, читателю, понимать, так вот проблема, вот некоторые из вопросов вокруг этого. Это не всегда проблема, это может быть история, это может быть и вещь положительная, например, жизнеутверждающая история. В любом случае, в моем случае я фокусировался на более сложных вопросах и проблемах. И то, что я понял с того момента, как я начал этот проект и опубликовал книгу 1994, когда границы истекали кровью, то, что я понял, что моя работа использовалась курдским сообществом во всем мире для того, чтобы образовывать новые поколения о собственной истории своих людей. Могу рассказать, насколько впечатляющим это было для меня, насколько мощным. И это был одним из примеров моей карьеры, когда я начал понимать, что, хотя мой акцент был, чтобы создавать работу для различных СМИ, для журналов, то есть нести слово о тех вопросах, которые меня волнуют, улучшать информированность. Я даже еще не начал понимать мощь визуального повествования для того, чтобы, так сказать, охватывать и поддерживать в этом случае, скажем, историю людей. Моя работа — это всего лишь маленькая-маленькая часть этого исторического процесса. Но у меня нет никаких претензий на то, что я поменяю мир, и это важно, важный урок. То есть очень важный момент, который необходимо отмечать, что все мы вносим вклад в маленькие элементы собственным образом. Если все мы вносим должным образом, то вместе мы действительно можем обеспечить изменения, обеспечить информированность людей обо всем, и даже повлиять на политиков, на правительство и так далее. Итак, та работа, которую я проводил по Курдам с 1991 года до 2013 года, когда работал над информацией, посвященной сирийским беженцам, это не только работа на передовой, воздействие насилия, конфликты, но также попытка посмотреть на культуру, на историю, на повседневную жизнь, на религию, политику и так далее. Для того, чтобы немножко снова повернуться к Америке, я касался этого вопроса вчера. Работа, которую я проводил совместно с Джули, с моей супругой, которая выступала передо мной по старению в Америке. Этот проект, он, пожалуй, был самым длинным, самым длинным проектом, на котором я работал. Все это вдохновлялось тем, что я понимал в качестве социального наблюдения за собственной страной, собственным обществом, и я начал понимать на основании исследований, которые я проводил, что мы стареем, то есть вся нация стареет. Это будет очень интересным вопросом. То есть такое перспективное мышление, попытка понять, что происходит сегодня, это может, так сказать, проецировать определенную топографию будущего, создавать некую дорожную карту, куда мы движемся, как общество. Опять-таки, как я говорил вчера, большая часть промышленно развитых стран, в мире в целом, человеческое население, оно действительно стареет. В особенности во многих странах, где у нас нет успешной замены населения, то есть не происходит замещения населения, которое умирает. Соответственно, будут возникать пробелы. И вопрос, что же делать, когда, если у нас есть возможность жить на 30 лет дольше, чем, скажем, жили 50 или 100 лет назад? Что делать с этим временем? В этом и состоялась основная идея данного проекта. Мы использовали все, от моделей на Манхэттене до фотографии олимпиады для пожилых. То есть есть самого разного рода олимпиады в США для пожилых граждан. Это очень интересно. Видите, это 70, 80, 90-летние люди соревнуются в спорте. Дальше есть клубы мотоциклистов, он называется Retreats. Конечно, это смешно звучит на английском языке. Retreats, то есть по старым дорогам. То есть мотоциклетная банда, состоящая из пожилых граждан. То есть человек, которому 100 лет, он живет один в гостинице в Сан-Франциско. Он получает помощь от местной организации. Итак, попытка не вдаваться в специфику, фотографии, истории, о которых я рассказывал, процесс старения. Что это мне показало? Вот что показал мне этот проект. Что нужно создавать определенное тело проекта. Это будет служить разным сегментам общества. Например, с 1995 по 2003 год. С того момента мы опубликовали книгу, сняли одночасовой документальный фильм. Также создали специализированный веб-сайт, выставку, лекции и так далее. Что бы я сказал, то есть такое определенное проникновение во многие сферы СМИ и медийного мира. Но это также активно использовалось и в социальной сфере, в сфере ухода за пожилыми, в научных кругах. То есть это достаточно впечатляющая реакция, достаточно мощно думать о том, что мы, как специалисты по повествованию, мы создали такую работу, которая можно было применять в образовании, в старших классах школы, на уровне вузов в частности. Или можно использовать в процессе обучения в обучающих курсах для людей других профессий, которые будут заниматься уходом со пожилыми. Опять-таки, как я говорил вчера, во многих обществах, во многих странах в мире люди ухаживают за своими пожилыми более традиционным способом. Они живут со всеми, со своей семьей, за ними ухаживают. В Америке в значительной степени, в западном обществе, к сожалению, можно сказать, очень грустно, трагически в некоторых случаях, мы, так сказать, выталкиваем наших пожилых из нашего дома, из нашего сообщества. То есть мы их, так сказать, сдаем на склад, сдаем их в определенные объекты, чтобы они не были обузой для нас. И одно, что это очень нездоровая вещь для здорового общества, и это так же грустно. Можете себе представить, мне повезло, что если я доживу до 80, до 90, хочу, чтобы мои дети не только за мной ухаживали, чтобы я был частью их жизни. В любом случае, это еще один пример того, где этот проект, то есть мы создали вот эти работы для СМИ, конечно, но это используют в основном в роли адвокатирования, работа по адвокации неправительственной организации, различные фонды, научные организации и так далее. До пандемии я собирался выступать в университете, в Харвардском университете, в Массачусетсе, перед рядом ученых, и я боялся. Я же просто фото-журналист, кто я такой, чтобы говорить с докторами, профессорами из Гарварда. Это еще один пример того, что называется работой по адвокации. То есть я являюсь специалистом по повествованию, но есть определенные выгоды, определенная ценность о работе, которую я делаю. То есть в сравнении с этими профессиями высокого уровня. То есть попытка была в том, чтобы напомнить им то, что они делают, имея человеческое лицо. Не просто техническое, не просто медицинское, есть и человеческое лицо, человеческое измерение. И когда вы помогаете людям, вы становитесь и художником в каком-то смысле. Хорошо, следующий цикл работ, это трехлетний проект, который я реализовывал в Нигерии. Дельта реки Нигер, это часть Нигерии, на юге, там, где добывается нефть и газ во всей Нигерии. Нигерия является десятым крупнейшим производителем нефти и газа в мире. Я не знаю, Казахстан тоже как-то в этот список. Вы также крупные производители энергоносителей. Я думаю, что это всего лишь начало процесса. Но хочу, чтобы, так сказать, рассматривали различные виды ее изобновляемой энергии. Это может быть перспективно. Итак, в этом проекте, опять-таки, в основном он касался, он был для СМИ. Я снимал эти фотографии для журнала National Geographic, публиковал книгу. Данный проект, моя собственная личная эволюция, то есть как журналиста, специалиста по адвокатированию, то есть как создавать работы, каким образом это все реализуется, использовать это каким-то образом, чтобы быть частью изменений. И так как не только было все опубликовано во всем мире, но это также было опубликовано, использовалось VoxFam, Amnesty International, Human Rights Watch, различными фондами, организациями, некопережными организациями НПО, которые посвящают свою работу, фокусируясь на вопросах касательно прав человека, окружающей среды, равного справедливого распределения богатства, которое генерируется в результате добычи нефти и газа. И моя работа использовалась именно таким образом. И одна из инициатив... Мы говорим о двух совершенно разных воздействиях данной работы. С одной стороны, Oxfam — это британская организация, они использовали эту работу совместно с американскими партнерами, чтобы улучшать информированность законопроекте, который должен был принят в США. То есть это закон, который увеличивал бы прозрачность добывающих отраслей во всем мире. Это означает нефть, газ, горнодобывающая отрасль. Все эти отрасли, которые генерируют такой объем богатства, инвестируют эти средства в свою деятельность. Куда же идут все эти деньги, куда это в итоге инвестируется? То есть это не произошло из-за моей работы, но идея, что моя работа частично сыграла улучшение информированности американских граждан, и, следовательно, оказывает давление на их представителей в Конгрессе, в Сенате. То есть это уже является примером изменений. Еще одно изменение, которое произошло, — это воздействие. Воздействие, которое произошло в результате этой работы. Вот это фотография, которую я снял. Вот вот эта фотография. Фотография 14-летнего парнишки. Он работает на бойне. Это открытая бойня. Это просто адские условия. То есть это ад Данте, женщина в Нью-Йорке. Увидела эту фотографию в журнале National Geographic. Это вдохновило ее и ее местную церковь найти этого парнишку. Я дал ей эту информацию, и она начала платить за него, чтобы он пошел в школу, чтобы у него приходилось работать в этих условиях. То есть это два совершенно разных примера воздействия на наш мир. Первый, очень высокого уровня изменения законодательства. Второй, достаточно небольшой, конкретный, когда можно вдохновлять одного человека для того, чтобы совершать добрые дела, благородные дела. И в процессе данной работы, в ходе этого проекта, я также встречался с повстанцами, человеком, который настолько был обозлен вот этими десятилетиями нефтяной эксплуатации, что дало их сообществу... То есть ничего не дало. В дельте реки Нингера у них не было ни воды, ни электричества, не было асфальтированных дорог, не было домов, не было системы здравоохранения, школ. Однако более триллиона долларов богатства было сгенерировано из-за эксплуатации ресурсов, которые добывались из-под земли, то есть на земле, на которой жили их предки. Для меня это вопрос прав человека. То есть это гигантский пример экономического дисбаланса, то есть можно сформировать данные и вдохновлять людей, чтобы они становились заинтересованными, чтобы больше понимали, откуда их энергия появляется, цена людей, то есть чтобы они понимали, какую цену они платят за эти ресурсы, из-за коррупции, из-за несправедливого распределения. То есть, конечно, люди просто разлились, они начали понимать, что это ни к чему не ведет и начали брать в руки оружие. В этом случае они приостановили работу некоторых месторождений, начали брать иностранных работников компании в заложники, то есть попытались поменять свою ситуацию. Теперь мы переходим во Вьетнам. Я отправился во Вьетнам в 2010 году, чтобы работать над проектом для... Это фонд Форда. Фонд Форда – одна из крупнейших благотворительных организаций, работающих из США, но они работают во многих других странах, и одна из инициатив, в которой они были заинтересованы, то есть последствия применения химореагента «Агент Оранж». Это химический дефолиант, который армия США сбрасывала в течение 10 лет на территории Вьетнама в качестве тактики борьбы во войне со Вьетнамом. Активный реагент оранжевого реагента – это диоксин. Диоксин – химический препарат, который не только, если вы подвергаетесь его воздействию, конечно, вызывает негативную реакцию организма, но и последствия передаются генетически. Даже 40 лет спустя, после того, как война закончилась, до сих пор есть люди во Вьетнаме, дети рождаются во Вьетнаме, и, вероятно, на данный момент, даже уже внуки, правнуки ветеранов войны, которые подвергались воздействию этих химореагентов, которые родились с деформацией, с физическими недостатками. Мы отправились во Вьетнам, для того, чтобы рассказать данную историю. И я снял вот этот видеоролик, буквально минутный или двухминутный видеоролик. Мы находимся неподалеку от аэропорта, в порте Донанг, во Вьетнаме. И вот этот пруд, он загрязнен агентом, реагентом Оранж. Люди, хотя они знают об этом, они знают, что это... Люди не знают, загрязнен он или нет, и их это вообще не особо волнует. Моего дома, и вот сюда. А, пять домов, пять людей. Не только я. Не знаю, что произошло. Не знаю, если я умру, кто будет о них заботиться. Листья продолжают падать. Эта работа, в конечном итоге, она использовалась... Я был одним из 15 кинопродюсеров, фотографов, кинопродюсеров, операторов. Все мы сняли самые разные истории о воздействии реагента Оранж. В конечном итоге, эта работа использовалась фондом Форда для того, чтобы оказать влияние на Конгресс США, и они выделили миллионы долларов правительству Вьетнама для того, чтобы помочь произвести зачистку оставшихся объектов загрязнения агента Оранж. То есть это еще один из примеров такого гуманистичного повествования, то есть о качестве адвокации, а не СМИ. Если бы это появилось в Нью-Йорк Таймс или Вашингтон Полст или где угодно, возможно, это увеличило информированность, возможно, это бы повлияло на людей в обществе и так далее, чтобы быть озабоченными. Но иногда необходимо менять использование... То есть иногда нужно влиять на представителей правительства, чтобы менять их... влиять на их сознание, чтобы они действительно вносили изменения в законодательство, чтобы решать подобного рода проблемы. В этом случае предоставление помощи миллионов долларов для того, чтобы помочь Вьетнаму. Подобного рода аспекты работы по адвокации, они очень сильно вознаграждают и могут быть эффективными. Один из моментов, который я также понял, может быть, обложка журнала National Geographic, и там могут быть десятки миллионов людей, могут это прочитать 30-40 миллионов человек. Однако это не оказывает никакого воздействия. Это оказывает, например, на мою карьеру, на мое профессиональное развитие, может улучшать информированное сознание людей, но это не имеет вот такого воздействия, которого я хочу. Вы можете создать историю, например, которую увидят всего лишь 500 человек или 3 человека увидят, неважно, какая цифра, небольшая группа людей и, опять-таки, политики. Есть люди, которые могут вызвать изменения в нашем обществе. Следующий проект, он как раз-таки пример этого. Меня направил, направил фонд открытого общества из Нью-Йорка поехать в Соединенное Королевство в Францию и Нидерланды для того, чтобы снять проект о профилировании полиции, то есть профиль полиции в Европе, для того, чтобы понять, что это такое. То есть, эта ситуация происходит в США, когда полиция автоматически дискриминирует людей цветных, национальных меньшинств, то есть, диспропорционально останавливает, задерживает их, проводит обыски, то есть, всячески запугивает, подавляет, предполагая, что они в чем-то виновны. Хотя белые люди в этих обществах, они не подвергаются подобного рода гонения. Это интервью, фотографии около 30 человек в этих трех странах. Это фотография из города Лестер в Соединенном Королевстве. Этот человек, он полицейский, но он не в полицейской униформе, его остановила полиция, и до него домогались. Это абсурд. Опять-таки, это часть попытки передвинуть наше общество на более высокий уровень. Мы не можем смотреть на людей, у которых цветная кожа, и не считать их невидимой. Я сам цветной. Моя семья эмигрировала из Ирака в 1994 году. У меня были определенные выгоды, я рос как американец в Нью-Йорке. Конечно, ничего против Ирака не имею, но моя жизнь каким-то образом настолько легче, намного лучше. Но я благодарен, мне повезло. Я не столкнулся с подобного рода дискриминацией. от официальных органов государства. Но очень многие люди в Европе, африканцы, то есть люди из арабских стран, Алжир, Тунис и так далее. И, конечно, из арабских государств, из Африки, из Афганистана, люди, которые эмигрируют в Европу. То есть в этом состояла идея в основе этого проекта. И очень приятно, что эта работа была использована правительством Нидерландов для того, чтобы провести тренинг на чувствительность для сотрудников полиции Нидерландов. То есть это пример, когда эта работа возможно поменяла сознание нескольких сотрудников полиции в Нидерландах или в Союзном Королевстве или во Франции. Для того, чтобы понять, что не так уж и хорошо дискриминировать людей, когда вы полицейские действуете. Это Пол Мортимер, это в Союзном Королевстве. Он был футболистом премьер Лиги и играл за команду Астон Вилла и так далее. Кто фанат футбола, он играл за премьеру Лигу. Опять-таки, когда он не в своей футбольной форме и останавливает полиция, обыскивает полиция, то есть он подвергался гонениям со стороны полиции. Это еще один пример, очень четко сфокусированный пример. Например, я работал не для СМИ, а конкретно для цели адвокации. Это как раз-таки то, что происходит в значительной степени, в частности, в области фотожурналистики, кинопродюсеров, документальных фильмов. Вот эти возможности не только работать на крупные СМИ, а в частности, работать для неправительственных организаций, фондов, некоммерческих организаций. Следующий проект, следующий элемент, мы снимали его в Гане и работал в группе с тремя моими другими коллегами из фотоагентства BII. И мы, фактически, у нас была задача поехать и посмотреть на вопросы устойчивого развития в некоторых странах Африки. Я отправился в Гану. Опять-таки, это несколько другой пример работы по адвокации. Я был там для того, чтобы показать положительное воздействие сконцентрированных инвестиций в местных сообществах, у которых не было инвестиций со стороны собственного правительства, конечно, и международного сообщества. Когда это происходит, теперь открыта школа для детей, имеется система здравоохранения для местных сообществ, и имеется уход за беременными или матерями, то есть количество смертей матерей или детская смертность при родах, они значительным образом сократились. Теперь беременные женщины, они проходят мониторинг до момента рождения ребенка, и даже в течение шести месяцев после, то есть приходит медсестра, проверяет состояние ребенка. Это пример, создавал работы, которые были, имели конкретный смысл. Конечно, это для СМИ, но в основном это касалось улучшения информированности для других финансирующих организаций, для того, чтобы продемонстрировать им, что определенного типа инвестиций в сообщества, которые не очень развиты, скажем, в Африке, из Азии, из Латинской Америки и так далее, то есть все это имеет положительное воздействие на людей. В 2019 году я получил очень интересное и несколько другое задание от ЮНИСЕФ, это организация ООН, которая конкретно занимается благополучием детей во всем мире. Я отправился в Афганистан для того, чтобы снять очень краткий ролик, в основном для социальных СМИ, до текущего момента, как СМИ стали настолько большой частью того, как мы взаимодействуем друг с другом, каким образом передаются сообщения и улучшается информированность. В этом случае это короткий видеоролик, и я создавал его только для своего Айфона. То есть, конечно, это не очень-то замечательный элемент работы, но просто пример того, как можно создать что-то при помощи телефона, смартфона, и это может достичь миллионов людей. Кандагар, Афганистан. Рамула, 15 лет. Когда я наступил на мину, меня отбросило в ручей. Я открыл глаза и увидел, что обидно гимн не оторвало. Пусть можно было увидеть в ручье в воде. Но я сказал себе, ну это все, я подумал, что я умру, и что я не выживу. В Афганистане в конфликтах погибает очень много людей, но калечатся еще больше. Когда мне было восемь, мне было настолько интересно, я никогда не думал, что это произойдет со мной, но это произошло. Рамула и его брат Хафизула потеряли ноги. Когда я сказал, что я сфокусируюсь на учебе, он сказал, это позволит мне избавиться от чувства безнадежности. Я хочу быть нормальным ребенком. Хотел стать нормальным ребенком. Когда это произошло со мной, но у меня есть воля продолжать мою жизнь. Когда я вырасту, я буду помогать другим людям с ограниченными возможностями. Мне кажется, что я их понимаю. И я действительно пережил, не хочу, чтобы другие переживали подобное. Итак, вот как раз таки пример такого элемента СМИ, который непосредственно был создан для ЮНИСЕФ. То есть никакая бы медиаорганизация не публиковала подобную информацию. То есть каким-то образом это чистейшая форма работы по адвокации, но для меня это несколько другой подход. Я работаю в качестве независимого журналиста. провожу работу, которую обычно делаю для СМИ, но нахожу хорошее применение в рамках мира адвокации. С другой стороны, я горжусь, для меня большая честь, и считаю, что мне повезло, когда есть такие возможности, потому что ЮНИСЕФ масштабная организация, а это в общем дойдет до миллионов людей. И когда появилась эта публикация, буквально на Инстаграме, я знаю, что по крайней паре людей вышли с инициативой пожертвовать деньги для этих братьев и на это дело. Следующая работа, пример то, что мы называем сдвиг парадигмы в СМИ. в 2013 году я принял решение, что хотел бы реализовать проект по воздействию на психологическое здоровье сирийских беженцев, именно детей. Более пяти миллионов сирийцев, они являются перемещенными лицами, находятся перемещенными, являются перемещенными лицами либо в Сирии, либо за пределами Сирии. Более половины этих людей это в возрасте меньше 18. Это означает целое поколение сирийцев, фактически они потеряли свое детство, потеряли свою молодость, если хотите. Конечно, не нужно сложно думать о воздействии, которое оказывает на их психологическое здоровье. Мы попытались снять проект об этом вместо того, чтобы делать это для СМИ. Я встретился с НПО, которое работает в США, International Medical Corps, замечательная организация, они работают в 70 странах мира, это как врачи без границ, французская организация врачи без границ, гораздо более хорошо известная. То есть вот это АМС работало в лагерях беженцев в Турции, в Ливане, в Иордании, в Ираке, то есть там, где находились сирийские беженцы. Я отправился в Иорданию и в Ирак для того, чтобы сделать этот проект. Мы сняли 15-минутный ролик, а также фотоэссе. Все это было опубликовано в журнале Time. Это означает, что сотни тысяч, может быть, миллионы людей это увидели, эта работа используется в самых разных организациях, опять-таки для того, чтобы улучшать информированность о важности данного конкретного вопроса, то есть кризис сирийских беженцев. это короткий трейлер к этому фильму, и надеюсь, что у нас после этого ролика будет небольшой разговор. революция. началась революция, я увидел все перед своими глазами. Демонстрации, аресты, рейды по домам, постоянные обстрелы, это не останавливалось. Потерянное поколение сирии. Нужно попытаться подстроиться под эту новую жизнь, адаптироваться. Ваша мать и отец сирии. Я им иногда говорю, что реальность она другая, слишком сложно ее переживать. Все люди были созданы по подобию бога. Они или веселые, или грустные. Но иногда, конечно, бывают грустные дни, иногда бывают веселые дни. Более 4 миллионов сирийцев сейчас являются беженцами. Более половины из них моложе 18 лет. Хорошо. Итак, последняя серия проектов, которые хотел поделиться, это мой текущий проект, над которым я работаю уже последние 7 лет. Это воздействие хронической болезни почек во всем мире. В данном случае, как это оказывает воздействие на сельхозработников, людей с очень низким уровнем доходов. То есть глобальное потепление, изменение климата, например, работники, которые убирают сахарный тростник на кокосовых фермах Никарагуэль, Сальвадор и на территории Египта, Таиланда или в Непале, простите, в Индии, Шри-Ланке, но также в Непале, где в основном используется ручной труд, в сельхозработах, и эти люди страдают от этой болезни. Буквально Центральная Америка, одна, десятки тысяч работников, в основном мужчины, не то, что большинство мужчин заболевает и умирает, пример болезни, о которой не так много пишут за последние семь лет. Я очень активно взаимодействовал с исследователями, эпидемиологами, специалистами здравоохранения и активистами, как в США, так и в Европе, которые, так сказать, в Индии, которые пытались понять причины данного заболевания, а также найти решения, найти способы, как исправить ситуацию. В начале 2020 года, до пандемии, то есть, кажется, что уже давно, у меня была возможность снова съездить в Никарагуа, где начался этот проект, и продемонстрировать, каким образом новая инициатива, она называлась Адаланты, то есть, ее придумал Джейсон Квейзер, американский активист, он сформировал небольшое НПО, оно называется Латизла, сеть Латизла. Он отправился в Никарагуа, несколько лет назад увидел эту болезнь и попытался поменять ситуацию. Его проект, фактически, отдых, вода и тень для работников, это не только сократило заболеваемость, но и также улучшило производительность этих рабочих. То есть, есть разные примеры, конечно, люди работают в перчатках, то есть, активисты разной организации пытаются решить эту проблему, пишут истории, то, что публиковалось на National Geographic, New York Times, других основных СМИ, но в основном это оказывает давление на сахарные фабрики фабрики в Никарагуэль, Сальвадоре, чтобы менять практику работы. Замечательный пример, по моему мнению, как визуальное повествование, я могу создавать такие элементы работы, которые могут использоваться соответствующими игроками и могут оказывать прямое воздействие на, в этом случае, вопросы общественного здравоохранения, потому что это растущая публичная эпидемия. Насколько я понимаю, надеюсь, что наверное, на фоне ковида это еще более серьезно, но нужно не забывать, что есть другие заболевания, другие эпидемии, которые также, так сказать, маячат на заднем плане. И эта работа была продемонстрирована в Голландии, в Амстердаме, опубликована во всем мире. То есть это послужило и в медиа среде, а также для неправительственных организаций. Фотографии с прошлого года. Теперь компании каждое утро 4-5 утра, когда работники выезжают на тростниковые поля, они берут с собой большие емкости воды для работников, они приносят с собой вот такие тенты, это не какая-то дорогая вещь. Компании не нужно обанкротиться, не хотим, чтобы компания пострадала, просто хотим, чтобы они обеспечили благо для своих сотрудников, чтобы их защищали. Это и самые базовые права человека. и вот эта инициатива Адаланты, часть исследовательских проект, утром, до того, как люди выходят на работу, как правило, измеряется температура, измеряется пульс, и по окончании работы это делается снова. Опять-таки, попытка понять, каким образом отдых, вода и тень оказывают воздействие на здоровье, чтобы можно было, так сказать, улучшить эти подходы, найти решение. Далее это может использоваться во всем мире. Это уже после, то есть вот этот человек закончил работу, они замеряют у него пульс. Потому что обратная сторона этого процесса, люди заболевают, люди больше не могут работать, в этом случае этот молодой человек, он больше не может работать, теперь у него на дому проходит диализ, почки, то есть это означает, что он умрет через 6-12 месяцев. Когда человек заболевает, это не только наносит ущерб ему, это оказывает воздействие на всю семью, на местное сообщество, таких странах, как Индия или Шри-Ланка, а также в Никарагуа, где есть растущая необходимость клиник по проведению диализа, почки, это также оказывает воздействие на экономику этих стран. И это последняя фотография. Большое спасибо за то, что выслушали мою презентацию. Хотел бы отключить демонстрацию экрана, сейчас попытаюсь это сделать. Если у кого-то есть вопросы, вопросы, это большое спасибо, это было очень интересно. У меня есть несколько вопросов от нашей аудитории онлайн, оффлайн. Прямо по центру здесь стоит микрофон, как только захотите, подойдите к микрофону, я пойму, что вы хотите задать вопрос и передам слово вам. Хотел задать несколько вопросов от аудитории онлайн. Первый вопрос следующий. Я просто зачитываю вопрос. Что это вы думаете о музыке в ваших проектах, например, история об этом мальчике-инвалиде? Вот эта музыка на заднем плане, может быть, она мешает демонстрации эмоций? Да, замечательные комментарии. Я не занимался продюсированием этого видео, в основном работа с надмультимедийными произведениями. Это замечательный комментарий, который вы делаете, потому что часто, это если вы когда-нибудь смотрели кино, там, большой фильм, где нет музыки, то есть драматические моменты, можно подумать, что чего-то не хватает, или музыка используется, она думается, о, эта музыка совершенно не подходит. мы смотрели документальный фильм «Звук кино». Митч Коллин, директор, и мы поняли, насколько это относится к истории, то есть это не документальный фильм. Да, я думаю, что дух вашего вопроса, иногда музыка, она слишком сильно используется. Это способ, чтобы компенсировать или создать драму, где ее вообще-то и нет. Я не был вовлечен в процесс данного выбора, но это очень важно, это важный элемент, о котором необходимо подумать, так что большое спасибо, что задали данный вопрос. Да, большое спасибо. Еще есть вопрос от аудитории. Пожалуйста, Эд, здравствуйте, большое спасибо за вашу презентацию. А были ли ваши истории проекта, которые вы начали, а потом жалели об их реализации, может быть, это повредило чувства каких-то людей, или, может быть, я не говорю о политическом режиме, или правительстве, я говорю о ощущении людей в сообществах. Да, замечательный вопрос, достаточно умный, разумный вопрос. Что происходило в прошлом, в последнее время, скажем, последние лет десять назад, я видел изменения. Итак, отвечая на ваш вопрос, у меня нет никаких сомнений по этому поводу, но я знаю, что были времена, когда работа, которую я проводил, насколько бы нехороши были мои намерения от всего сердца. Иногда это вызывало боль или дискомфорт у определенных субъектов. Пять или десять лет назад была запущена тенденция, даже в контрактах, которые я получал, контракты я получал от этих фондов, и эти фонды они начали использовать в формулировке, которые действительно защищали право на частную жизнь и права субъектов. Даже в том случае, вот, в фильмах, например, если не давали соответствующее разрешение, в этой форме говорилось, если кто-то где-то по пути или в процессе вы или какая-то организация решат или поймут, что данная работа вас и вашей семье, что это подвергнет компромиссу ваше право на личную жизнь, то необходимо просто изъять эту часть, изъять ее из циркуляции. Причина этого, потому что есть растущее осознание, что даже когда люди дают вам разрешение, даже когда они что-то подписывают, возможно, они не всегда понимают потенциальных последствий для них. И в качестве производителей медиа у нас есть доступ, чтобы рассказать эту историю. Иногда, не знаю, может быть, действуем, может быть, ненамеренно, может быть, без каких-либо переживаний. То есть очень важный вопрос, в растущей степени вопрос актуальный, не только он задается, но и решается на уровне глобальных СМИ, но и также на уровне НПО, неправительственных организаций, потому что смысл в том, чтобы помочь людям, а не навредить. Это отличается от СМИ. Нет, у меня нет сомнений, но я знаю, что были времена, когда я вызывал дискомфорт у людей, и это, пожалуй, одна из сложных частей, как делать эту работу. То, что я делаю, это действительно странно, это немного неестественно, просить людей, позволить войти в их жизни, рассказать историю личной жизни, показать их в самой уязвимой позиции, если они переживают боль, травму и так далее. Вот почему, когда мы делаем эту работу, мы должны быть четко осознавать воздействие того, о чем мы говорим. Не только воздействие нашего присутствия в этой жизни, что может быть иногда некой интервенции, но и также воздействие работы, которую мы производим. Большое спасибо за этот вопрос. Еще один вопрос. Комфортно ли для вас работать в коллаборации, или вы любите работать в одиночку? Мне нравится вопрос процесс коллаборации. Два сознания лучше, чем одно, четыре глаза лучше, чем два. Мне очень нравится коллаборация, в частности, с людьми, которые поумнее меня. Но сейчас, на данный момент, некоторые люди, им просто не нравится, вот, они очень индивидуализированно подходят к своей работе, коллаборация настолько симпатична. Мне нравится то, что я делаю, но я как бы, как маленький ребенок, мне очень интересно, когда я делаю подобную работу, и очень важно иметь коллег или компаньона, который делится идеями, делится впечатлениями, задает вопросы. Это настолько ценно. Спасибо. Хотел бы добавить, когда вы работаете в мультимедийной среде или над видео, критически важно, то есть, по самой сути, это коллаборационное усилие. Быть просто фотографом, просто снимать фотографии гораздо легче, то есть, это довольно типично работать в одиночку. Спасибо. Большое спасибо, что ответили на этот вопрос. Я думаю, что у нас есть время еще на один большой вопрос. Вопрос поступает от онлайн-зрителя. Эг, как вы подходите к вопросу финансирования? Насколько часто приходится выбирать между, что вы хотите снимать или, чего хочет НПУ или организация? И связанный с этим вопрос, всегда ли должно быть хорошая оплата, хорошая компенсация за вашу работу? Как можно удостовериться, чтобы вам, так сказать, не недоплатили? Замечательные вопросы вы задаете. Хорошо, первая часть касается... Итак, мне повезло большую часть работы по адвокации, которую я проводил. Как правило, я работал и сам производил телевизионные вещи, например, проект по сирийским бирженцам или моей организации меня просили. То есть, они попросили меня сделать то, что я делаю. Они не просили меня. То есть, это не был какой-то промо-процесс. Вот ролик по Юнисефу, он, пожалуй, ближе всего к этому. У них был их логотип и так далее. В принципе, я могу сказать, что это вот такой достаточно открытый пример, самовыпячивающийся пример организации, которая что-то делает, но и продвигает свои принципы и идеалы. Я знаю, что были такие ситуации, что, как правило, с этим приходят. Это гораздо больше инструкций, как это делать. Гораздо больше указаний со стороны клиента. То есть, пожалуйста, сделайте это, пожалуйста, сделайте то. Но кроме этого проекта достаточно редко, что меня просят показать логотип какой-то организации, показать работника организации. В основном это касается в идеальном мире, они просят, чтобы я создавал что-то, что я бы мог сделать для Нью-Йорк Таймс или Национал Джеографик или других каких-то СМИ. Мне просто повезло в этом смысле. С точки зрения компенсации, в целом, компенсация, как правило, соответствует, иногда даже гораздо лучше, чем в СМИ, чем то, что предлагают журналы. Но иногда бывают времена, и нужно быть осторожным, в частности, если вы только начинаете вашу работу, необходимо удостовериться, чтобы вы не воспользовались преимуществом, чтобы вами не воспользовались. Потому что другие способы, как производители СМИ, производители медиаматериалов, взаимодействуют с некоммерческими организациями НПО. например, не знаю, хотите поехать в Африку, для того, чтобы рассказать историю о отравлении детей свинцом. То есть, вот врачи без границ, они замечательно проводят работу, чтобы решать проблему отравления свинцом. Они могут обратиться к врачам без границ, и, может быть, они вам не заплатят, но предоставят транспорт, предоставят вам переводчика, предоставят вам место для проживания, и в обмен на это, на поддержку, логистическую поддержку, которую они вам предоставят, вы получите доступ к субъекту. То есть, в принципе, и вам решать, хотите вы это делать, справедливее вали такое отношение или нет. Для меня очень сложно работать бесплатно, но иногда, если я действительно серьезно верю в проект, я действительно верю в то, что, если я создам работу, то, заработаю деньги, буду компенсирован другими способами, то я, возможно, выберу такой подход. То есть, это решение, которое должны принимать сами люди. Но я прошу вас, пожалуйста, наша профессия, как правило, никогда не работайте бесплатно. Никогда не работайте бесплатно. это моя надежда. Замечательный совет, замечательный совет. Да, я вас полностью поддерживаю. Это, к сожалению, это все время, которое у нас было. Большое спасибо за вашу презентацию. Я уверен, что вы вдохновили большое количество наших зрителей, которые слушали вас сегодня. Надеемся, что скоро услышим о том, что они снимают замечательные документальные фильмы или какие-то опубликуют работы. Основываясь на том совете, который вы им дали. Да, спасибо. Спасибо. Приятного дня. До свидания, ребята. Забудьтеся о себе. Он нам рассказывал о правозащитной журналистике, о том, как к ней подходить, что с этим делать и вообще, о чем она. Сейчас у нас по программе презентация Нади Жексимбаевой. Она расскажет про пересборку, что это такое и почему каждые три года нужно пересобирать себя и свою компанию. Давайте немного расскажу вам про доктора Нади Жексимбаеву. Она ученая, предпринимательница и писательница, которая специализируется на устойчивости и переосмыслении. В принципе, отсюда можно понять и тему ее презентации. Будучи консультантом и педагогом, Надя помогала таким компаниям, как Coca-Cola, IBM, L'Oreal Group, Cisco и Danone пересмотреть свои продукты. Она позволяет людям пересмотреть то, как они подходят к работе и в целом к тому, чем они занимаются. Итак, друзья, Надя Жексимбаева. Надя, добрый день. Добрый день. Очень рада быть с вами. Огромное вам спасибо за то, что вы сегодня с нами, за то, что делитесь своей мудростью, своим опытом. Хотелось бы напомнить для всех зрителей офлайн и онлайн, если вы хотите задать вопросы, Надя, онлайн зрители могут оставить их в чат-боксе по трансляции. Я в конце сессии задам их от вашего имени. Все те, кто со мной вместе здесь в Хайт-парке, можете тоже в конце ее презентации во время сессии вопросов и ответов подойти к микрофону и задать уже вопрос лично. На этом я заканчиваю. Надя, передаю слово вам. Спасибо огромное. И у меня есть небольшой сюрприз. Я хотела бы также задавать вопрос аудитории. Поэтому, если вы находитесь в живую, в парке, вы можете просто выкрикивать ответ. И самое главное, что вы себе задали те вопросы, которые я задаю. а вот онлайн, по крайней мере на ютюбе, я буду следить за вашими ответами и стараться реагировать на эти ответы, чтобы вместе с вами создавать этот час обсуждения. Вопрос, который меня попросили раскрыть, вопрос, которым мы вместе с вами займемся этот час, стоит так. Что такое пересборка и зачем нужно пересобирать себя и свою компанию каждые три года? И это такой большой вопрос, которым я занимаюсь уже много-много лет. Я немножко расскажу, конечно, свою историю, свою историю пересборки, но до своей истории, что для меня важно понять, это понять, почему вы здесь, кто здесь и почему вы решили присоединиться к фестивалю. Поэтому даже если я не могу прочитать ваш ответ очень быстро, для меня все равно очень важно, что вы себя спросили, зачем я сюда пришел, что я хочу вынести из следующего часа и определиться, мы с вами вместе проведем час, что вы хотите вынести из этого часа. Я поделюсь своей историей, почему я здесь, зачем я пришла на этот фестиваль, почему он мне дорог, и почему я хочу провести этот час вместе с вами. Моя история, история бесконечных пересоборок, когда я пересобирала себя очень много раз. Я родилась в Казахстане, в Алма-Ате, выросла в Алма-Ате, поменяла много школ, и волей судьбы меня помогла моя среда привести в науку. Я стала ученым, а моя специализация в науке — это выживание больших человеческих систем. Каждый раз, когда я говорю эту фразу, люди очень удивляются. Но да, это действительно специальность, есть набор ученых, которые изучают, почему один город выживает, а другой разрушается, почему одна компания выживает, а другая разрушается, почему одна страна идет вверх, а другая разрушается, и целые цивилизации, как вы знаете, за историю человечества исчезли полностью. И моя специализация устойчивости выживания привела к тому, что очень часто среда меня просила уделить внимание одной системе из всех возможных систем, семья это система, район системы, я, например, выросла последние годы своей жизни в Казахстане, жила в Компоте, это своя система, школа это система, компания это система, регион это система, страна и так далее. Зачастую меня задавали, просили помочь именно компании, поэтому уже много лет мои исследования концентрируются на понимании, почему какие-то компании выживают, а какие-то умирают, и связанный с этим вопрос, почему у кого-то карьера идет вверх у отдельного человека, а у кого-то карьера исчезает и разрушается. И в этой области мне повезло и много выступать, и много быть в академической среде, преподавать в разных бизнес-школах, быть профессором в бизнес-школе, но однажды в 2007 году один из моих студентов, президент большой-большой корпорации, сказал, Надя, я так вольно переведу, дело было в Словении, и он сказал, Надя, ты так хорошо говоришь, что я почти тебе верю, проблема, ты никогда почти не работала в бизнесе, вот когда поработаешь в бизнесе, приходи, поговорим, и так вот эта компания стала первым клиентом в моей собственной компании, которую я основала в 2007 году со своим замечательным мужем из Белоруссии, и вы видите здесь мою дочь, то есть я пересобирала себя и как жена, и как мама, и как ученый, который стал бизнесменом, и, конечно же, как общественной деятельностью, потому что очень много работы, которые я делаю в мире, связано с общественной деятельностью, выживание систем, это общественный вопрос, мы все хотим выжить, в этом процессе пересборки, что я поняла, что что-то большое происходит в мире, в мире бизнеса, и мир бизнеса тянет за собой весь остальной мир, образование, политику и все остальное, и мне удалось поработать с очень большим типом компаний, еще более интересно, мне удалось поработать в большом количестве партнерств, и я об этом сегодня еще скажу, почему мы работаем с нашими конкурентами, вроде бы все эти консалтинговые компании, наши конкуренты, но посмотрев на жизнь разных компаний, в разных странах, в разных индустриях, и работая с разными компаниями, что я поняла, поняла, что что-то происходит очень большое в бизнесе, и это большое, это отражение фундаментальной трансформации, через которую происходит человечество, и эта трансформация влияет на все, на то, как мы живем, на то, чему мы учим своих детей с рождения, какие пословицы, поговорки мы будем передавать нашим детям сейчас, в отличие от того, что говорили нам наши бабушки, дедушки, наши родители, и то, по каким правилам будет жить этот мир, и сегодня я хочу обозначить три тренда, всего три, их гораздо больше, но эти три, они самые показательные, они, наверное, самые яркие с точки зрения того, что происходит и куда мы идем, и первый из этих трендов это фундаментальное изменение с точки зрения скорости и количества перемен, нам предстоят просто постоянные перемены, если когда-то перемены это было что-то типа раз в 10 лет кризис, или раз в 100 лет какая-то революция, то сегодня мы говорим о переменах практически каждый день, о чем я, конечно, для многих из нас, и сидя сегодня в парке, я вижу, что многие из вас в масках, что нам напоминает об этом это коронавирус, но это далеко не единственный и не последний значительный взрыв даже за этот год, не говоря уж про следующие 5 или 10 лет, да, нам предстоят постоянные изменения с точки зрения нашей среды, нашего здоровья, и это связано с другим очень важным аспектом, связанным с изменением климата, если мы посмотрим на карту перемен, на карту рисков и различных типов дисрапторов, то, что говорится по-английски дисраптор, различных видов взрывов или неудобств, или новых вещей в нашей среде, Всемирный экономический форум отслеживает такие взрывы, такие риски каждый год и печатает карту таких рисков каждый год. И когда коронавирус только начался, в основном в прессе, в науке муссировался вопрос, можно было предсказать коронавирус или он абсолютно непредсказуемый. Те из вас, кто знает знаменитую книгу «Черный лебедь», замечательная философа Талеба, он говорит о том, что есть такие явления «Черные лебеди», что-то, что невозможно предсказать, к чему невозможно подготовиться. И как раз печаталось очень много книг, статей, интервью о том, как это мероприятие, это событие COVID-19, коронавирус стал как раз «Черным лебедем» 2020 года. Но если мы посмотрим на факты, конечно, никаким «Черным лебедем» COVID не является. Карта Всемирного экономического форума издается каждый год, и на этой карте обозначены 30 самых важных рисков, которые по оценке специалистов довольно реальны к реализации. Это вопрос даже не то, случатся они или не случатся, а когда они случатся. И, конечно, на этой карте коронавирус, как и все остальные инфекции, был обозначен давно, и к нему должны были все готовы, потому что обо днем говорили целая толпа ученых, например, в своей книге о всех видах инфекций, почему они будут появляться все чаще и чаще, писала еще в 10-м году, например, в 14-м году во второй книге. Поэтому очень часто мы думаем, что мир будет стабильным и предсказуемым, а самого разнообразного рода кризисы и взрывы будут происходить все чаще и чаще, и вот эти карты реализуются, предсказания, прогнозы реализуются все чаще и чаще. Но это только один из двух разных видов кризиса, трех, четырех, пяти разных мы обозначили с вами вирусы, мы уже немножко сказали, почему вирусы появляются, они появляются из-за изменения климата, изменение климата ведет к кислотности воды, кислотности земли, и они конечно ведут к потеплению, к тому, что тундра, то, что было вечным и межзолотой, становится теплым, и выходит целая куча новых инфекций и новых мутаций. Но это только одни из видов кризиса здравоохранения, кризиса климата, вы можете заметить, насколько другой климат уже сейчас в Казахстане, и насколько сильно он будет влиять в сельскохозяйственных других средах, но есть еще экономические кризисы. Поэтому задайте себе вопрос, сколько кризисов вы думаете произошло в мире с 88-го года? Вы можете друг к другу покричать в зале, если вы сейчас вместе со мной на ютюбе, вы можете написать в ютюбе, я сейчас посмотрю, кто нам отвечает, если что-то... На ваш взгляд, сколько, сколько кризисов произошло в мире с 88-го года? И я смотрю, здесь у нас есть несколько участников в разных сторонах, и я вижу в том числе, ага, на фейсбуке у нас есть несколько ответов, у нас есть ответы 5, у нас есть ответы 10. Какой бы вы ответ себе не дали сейчас, какой бы вы ответ себе не дали, для меня очень интересно посмотреть, как вы оцениваете уровень кризисов, экономических кризисов в мире? Каждый раз, когда я задаю этот вопрос на презентациях, мне дают совершенно разные ответы. Большинство, конечно, говорит об ответах где-то между 5 и 10. Есть небольшое количество людей, которые говорят, что, может быть, 50 кризисов было, может быть, было 100 кризисов. Я вам напомню, экономический кризис определяется следующим образом, 20 или больше процентов сокращения валового продукта. И если экономика страны сокращение произошло на 20 или более процентов, мы говорим о кризисе. В экономике мы отделяем разные виды кризисов. У нас есть страновые кризисы на уровне отдельной страны, у нас есть индустриальные кризисы, у нас есть региональные кризисы, у нас есть мировые кризисы. Если я только посчитаю страновые кризисы на уровне отдельной страны, а когда-то этот вопрос никого не интересовал, потому что кризис в отдельной стране, например, в Демократической Республике Конго, никак не влиял на мою жизнь, зачем мне об этом знать, то сегодня, когда Демократическая Республика Конго отвечает за большую часть кабальта, а кабаль – это что-то, без чего ваш телефон не может работать, батарейка в вашем телефоне не может работать, то кризис в Конго – это кризис для каждого из нас. Пожар в Силиконовой долине, пожары, которые были в Калифорнии в прошлом году – это были кризисы для всей индустрии. Поэтому, если мы только посчитаем страновые кризисы, кризисы на уровне отдельной страны, то с 88 года таких кризисов было 469. 469 – это один кризис каждые 25 дней. Сегодня, если мы добавим сюда индустриальные, региональные и мировые кризисы, то мы говорим о примерно тысяче кризисов – это один кризис каждые три дня. Это та новая реальность, будь то кризис здравоохранения типа коронавируса, инфекционных заболеваний, пандемии, будь это кризис экологический, изменения климата и за ним следующие изменения в доступе к еде, к цене еды и так далее, будь это экономический кризис. Сегодня мы говорим об уровне изменений и постоянной неопределенности, с которой человечество в ближайшие столетия точно не встречалось. Если я бы вам задала вопрос, насколько вы думаете увеличился уровень неопределенности в последнее время по сравнению с 80-ми, серединой 80-м, в 2, в 3, в 5 раз, во сколько раз вы думаете изменился уровень неопределенности, дайте себе этот ответ, проверьте свою интуицию, свое мировоззрение, свои постулаты, которые вами двигаются. Ответ на этот вопрос в 100 раз Всемирный валютный фонд делает такую оценку уже 61 год, это называется индекс всемирной неопределенности. И если вы посмотрите на неопределенность в середине 80-х против неопределенности сегодняшней, то мы говорим о примерно в 100 раз разнице. И здесь становится очень важный вопрос. В таком уровне неопределенности постулаты, принципы жизни, принципы ведения бизнеса, которые были для нас, естественно, в стабильном мире, становятся не просто неполезными, а становятся опасными. Например, все, что мы все время делаем в бизнесе, например, бюджетирование, планирование и так далее, оно прекрасно работает в стабильном мире, но оно совсем не работает в волатильном, неопределённом мире. Поэтому для нас самым главным вопросом становится поменять центральный подход к своей жизни и к своей работе. Потому что исторически, что мне задавали каждый раз, когда проходил кризис, какой вопрос мне задавали хоть журналисты, хоть бизнесмены, хоть студенты. Они задавали мне вопрос, окей, кризис, как нам дожить до стабильности, как нам дожить до момента, когда вот это всё пройдёт, и можно выдохнуть, и можно успокоиться, и сказать, да, всё, всё нормально. То есть сегодня главный вопрос, который должен нами двигать, мы должны прежде всего пересобрать, переформатировать и переформулировать главный вопрос. И главным вопросом должен стать, как нам жить и быть успешными в постоянной нестабильности. И эти два вопроса, ответы на эти два вопроса очень разнятся друг от друга. Правила игры в стабильном мире и выживания в стабильном мире, переживания и успешного выхода из одного кризиса очень отличаются от умения жить в постоянной нестабильности. Это примерно как разница ходить по земле и плавать в воде или летать в воздухе. Совсем разные принципы, совсем разные скорости, совсем разная реальность и, соответственно, совсем-совсем разные навыки. Какие навыки? И здесь становится второй тренд, вторая большая тема, которую я хочу поднять. Да, перемены, постоянные взрывы, постоянные кризисы, постоянная нестабильность – это наша новая реальность. Но интересный вопрос, что мы знаем, как жить, и не просто жить, а не просто выживать, а жить в этой реальности. Мы знаем, как можно спастись, но, к сожалению, не всегда используем этот ответ. Как можно спастись? Это знаменитые совершенно, ничего нового здесь нет, ответы. Все люди, все компании и все карьеры проходят через цикл жизни, жизненный цикл компаний, жизненный цикл продуктов, жизненный цикл карьер. Все проходят через один и тот же цикл, мы рождаемся, если все успешно с нашим стартапом, с нашей карьерой. Мы растем, мы доходим до зрелости, если ничего не происходит, мы входим в упадок. Но хорошая новость для карьеры и для бизнеса, что в отличие от человеческой жизни нам не нужно умирать в конце, мы можем начать новый цикл и новый цикл, и новый цикл бесконечно. Здесь у нас огромное количество свободы, мы можем пересобираться. Пересборка – это создание, начало, запуск нового цикла жизни. Пусть это будет цикл жизни ваш карьерный, или цикл жизни вашего продукта, или цикл жизни города, или цикл жизни бизнеса. Но самое главное, что нам не нужно умирать в конце естественного, естественного упадка. Мы можем совершенно естественно и легко, продуманно и на опережение создать новый цикл. Но здесь есть небольшие сложности. Главная сложность – это как часто нужно это делать. Как часто нужно это делать. И исторически последние несколько столетий средний цикл жизни компании был примерно 75 лет. То есть от начала зарождения стартапа до ее исчезновения, либо через банкротство, либо через продажу компании, средний цикл жизни компании был примерно 75 лет. Это значит, что я могла выпуститься из университета, я училась в нархозе, в казахстанском и в алматинском нархозе, выучиться, выпуститься из университета, зайти молодым специалистом или вообще не специалистом в компанию, прожить в этой компании всю свою жизнь, уйти на пенсию из этой компании, ни разу не видеть одной пересборки, ни разу не видеть одного нового цикла. И это была та реальность, которой нас готовили школы, которой нас готовили мамы и папы, бабушки и дедушки, тому, к чему нас учили в университете. Потому что для того, чтобы жить в стабильных циклах, правила жизни в этих циклах очень определены. Они в основном крутятся вокруг того, что нам нужно знать, что делать и повторять это одно и то же на протяжении 40 лет. Вот главная часть цикла. Нам абсолютно не нужно ничего менять. Мы придумали продукт, и мы его шлепаем в следующие 40-50 лет без каких-либо проблем. Именно поэтому в университетах нас учили не то, как задавать вопросы и создавать новые продукты, а то, как знать правильные ответы, потому что нужно просто взять правильные ответы и использовать его на протяжении многих-многих лет. Но случилось неожиданное. Где-то в конце 80-х, в начале 90-х годов прошлого века, то есть 89-й, 1989-й, 90-й, 91-й, цикл резко сократился. И вдруг с 75-ти он стал 15-ю. Вдруг вместо 40 лет, делания 50 лет, делания одного и то же, у нас осталось всего лишь 5-7-6 лет. Вначале нам нужно запустить бизнес, потом он уже идет в упадок. Вот это стабильное период, у нас теперь нет 40 или 50 лет в запасе. У нас всего лишь есть 7-8-9 лет в запасе. И неожиданно оно, конечно, случилось очень ожидаемо, потому что все мы знали о том, что придет глобализация и, соответственно, открытие границ, падение Советского Союза, развал Югославии, Чехословакии, открытие Китая, создание единых принципов торговли означало вдруг, что весь мир стал нашим конкурентом. Если раньше мы конкурировали только со своей средой, вдруг мы теперь конкурируем со всем миром. Параллельно с этим, конечно же, рост технологий. Все, что случилось с интернетом и другими видами технологий, вдруг достало скрымать, смывать границы. Любые границы, которые существовали, не только географически, но, например, границы знаний. Если раньше знания, информация, идея была золотом, была самым ценным, то сегодня нагуглить себе 20 идей вообще не проблема. Идея сегодня, что ширпотреб. Если раньше создать продукт на глобальной среде было очень сложно, то сегодня можно и благодаря логистике, и другим технологиям побывать в любом уголке света со своим продуктом. И если раньше доступ к деньгам, капиталу был очень-очень-очень эксклюзивным, и буквально по пальцам можно просчитать было всех финансистов мира, всех дома, которые финансировали новые начинания, то сегодня мы видим огромную демократию в финансах. Мы все скидываемся на какие-то краудсорсинговые компании, мы все играем на биржах, у нас есть доступ ко всему на телефоне. И количество людей, которые выступают в роли инвесторов, и доступ к деньгам значительно-значительно изменился. Но на этом вещи не остановились. А в наше время, не только в 90-х и в начале 2000-х, а вот сегодня, в 2021-м, цикл еще более сократился. И если бы вы мне дали свой ответ, как вы думаете, какова длина цикла сегодня? Среднего цикла, конечно, мы усредняем, это медиана, мы сравниваем разные индустрии, в разных индустриях ответ немножко разнится, но в среднем, как вы думаете, какая цена цикла, длина цикла сегодня? Если она была 75 в 20-м веке, в конце 20-го века, в начале 21-го, она была 15, какая длина цикла, как вы думаете, сегодня? Я посмотрю, есть ли у меня ответы на YouTube. Пока вы отвечаете и кричите, есть ли у вас ответы где-то, я вижу, было много также ответов по разным другим вопросам. Отлично, отлично, отлично. Как вы думаете, какая длина цикла сегодня? Вот Владимир Попов говорит, может быть, 5 лет, Анна тоже говорит, наверное, 5 лет длина цикла сегодня. Отличные ответы. Но что я вижу по рынку? Мы делаем эти исследования каждые 2 года, поскольку скорость перемен сейчас такая огромная, нам нужно быстрее делать эти исследования. Мы делаем эти исследования каждые 2 года. И вот результат 2020 года, полгодичной давности, данной полгодичной давности, если вы ответите на вопрос, какая длина бизнес-цикла компании сегодня, вы видите сравнение между 2018 и 2020 годом. Сегодня мы видим, что красные точечки, 16% компаний пересобираются раз в год или чаще. Это высокотехнологические индустрии, это коммуникации, это все, что связано с технологиями, пересобирается раз в год или чаще. Желтенькая, 44 почти процента, 43,9% компаний пересобираются каждые 2-3 года. Это в том числе товары широкого потребления, это услуги. Большая часть бизнеса сегодня пересобирается каждые 2-3 года. И, конечно, тяжелое производство пересобирается медленнее, каждые 4-5 лет это синенькие точки, каждые 6-10 лет это зелененькие точки. Но сегодня мы не видим бизнес, который может позволить себе пересобираться реже, чем раз в 10 лет, даже если мы говорим о горнодобывающих, нефтяных и других компаниях. А большинство мира сегодня, если мы выделяем среднее, большинство мира, средняя медиана, по всем выборке, была 6. Есть средняя цена, длина. Видите, я все время спутываюсь, я называюсь это ценой, потому что это цена вопроса, цена выживания. Средняя длина цикла компаний сегодня по миру, по всем индустриям 6 лет. Это значит, что нам нужно пересобираться до того, как мы перешли в эпоху падения, на опережение примерно каждые 3 года. И большинство компаний сегодня, 60% компаний, которые вы видите перед собой, пересобираются каждые 2-3 года. Это люди, которые живут вместе с вами вокруг вас, это ваши партнеры, это ваши конкуренты, и это тот новый мир, в котором нам нужно жить. И в этом мире стабильность может прийти исключительно только изнутри, то есть ее по определению не может быть снаружи. Снаружи стабильности мы не видим никаких шансов, что она появится в ближайшие десятилетия. То есть скорость перемен, с которой мы живем, сегодня это новая реальность. Как мне говорят программисты, когда я им это рассказывала, один из программистов сказал, о, я понял, перемены это не баг, это фича. Вот примерно так. Постоянные перемены, постоянная неопределенность это больше не баг, это фича, это новая стабильность. В этом мире существуют совершенно другие правила игры. То, как мы должны появляться, то, как мы должны строить карьеру, то, как мы должны строить свой бизнес. В мире, где средняя длина цикла в 6, очень сильно отличается от мира, где средняя длина цикла в 75. Например, давайте я задам вам вопрос. Как вы думаете, что необходимо, чтобы быть успешным в цикле в 75 лет? Какие навыки нужны? Какие знания нужны? Что мы должны уметь знать, когда циклы очень-очень длинные, когда компания делает одно и то же на протяжении десятилетий? Чему мы должны учить наших детей? Я, пока вы думаете над этим вопросом, я поделюсь своим опытом. Я родилась в Советском Союзе, я выросла в советской школе, застала маленький период после того, как случился развал Союза уже в институте. Моя дочь пошла в первый класс в Словении, пост-югославии, а заканчивает она школу ей 17 лет, ей остался один год здесь, в Штатах. Значит, у меня была «коммунистическая» в кавычках школа, «социалистическая» школа, «капиталистическая» школа, очень разные религиозные основы. Но во всех школах, хоть в моей очень много лет назад, хоть в дочке моей Лилы школы сегодня, хоть в Словении, всех нас в первый день школе учили абсолютно одному и тому же. Две вещи. Нас учили две вещи. И этим двумя вещам учат в Китае, в их системе, в Африке, в Европе, в Южной Америке, в Австралии. Практически все школы мира созданы были во времена длинных стабильных циклов, и учат они деток абсолютно одному и тому же. Неважно, какая экономическая среда, какая политическая среда, какая религиозная среда, мы универсально учим детей одним и тем же двум вещам. Если бы вы мне сказали, что эти за две вещи, я проверю, есть ли у нас ответ. Я вижу, что у нас есть участники на Ютубе, супер-супер. Я вижу, что подсказывают, что в коротких циклах нужна адаптивность, а вот в длинных циклах. Как вы думаете, чему нас учат одинаково везде в длинных циклах? Хоть в какой школе мы не находимся, хоть в какой среде мы не находимся. Как вы думаете, чему я училась много десятилетий назад в первом классе, так же абсолютно тому же, что моя дочь училась 16 лет назад, 17 лет назад в первом классе в Словении, и чему учат сегодня деток в Америке уже много-много десятилетий спустя. Две вещи, одна и то же. Дисциплина, повторение подсказывают мне на чате в Ютубе. Вы абсолютно правы. Две вещи, которые я научилась, и моя дочь научилась одинаково. Замолчать и сесть, и не двигаться. Замолчать и сесть, и не двигаться. Почему эти вещи очень важны? Когда ребенок рождается? Ребенок рождается с естественными навыками пересборки. Ребенку не нужно учить, как пересобираться. Его не нужно уговаривать, бонус ему давать за то, чтобы он пошел или научился ходить, говорить, есть. Ему не надо предлагать мотивационные навыки и предлагать бонусы. Пересборка – это естественный способ существования. Жизнь с постоянными переменами, пробы, эксперименты, модные слова, пивоты – это то, что делает ребенок, когда он рождается. Но мы приходим в школу. Школа была создана, вы помните, всего 100 лет назад, чуть больше 100 лет назад были созданы первые публичные школы, и они создавались именно для того, чтобы производить специалистов для длинных-длинных циклов. А в длинных циклах не надо пересобираться. Надо делать, что тебе говорят. Заново повторять повтор, дисциплина, то, что вы мне подсказываете на YouTube. И в этом навыке, что важно, это замедлить нервную систему ребенка. Те из вас, кто родители или рядом были с маленьким ребенком, вы знаете, насколько трудно это посадить ребенка на 45 минут и заставить его сидеть за партой без движения. Это просто невозможный навык. Но зачем мы садим его на 45 минут? Зачем мы его учим не двигаться 45 минут? Чтобы дальше он вышел на работу и не двигался 10 или 8 часов рабочего дня. Чтобы дальше он вышел в карьеру и не менял карьеру следующие 40 лет. Мы замедляем ребенка, потому что тогда, 100 лет назад, циклы этого требовали, условия этого требовали. Это была необходимость. Ребенок, который постоянно что-то изобретает, он не помогает компанию, не помогает среде. Нам нужна была эффективность, нам нужно повторение, нам нужна была дисциплина. Почему замолчать? Почему сесть и замолчать? Сесть, чтобы замедлить нервную систему, замолчать. Наша нервная система, то, как работает наш головной мозг, мы не думаем линейно. Не думаем линейно. Если я думаю, например, Надя сегодня в городе Коламбус, штат Огайо, практически все части этого предложения существуют отдельно, не по порядку, в разных частях моего мозга. Часть моего мозга, которая отвечает за самоосознание, я, часть, которая мозг отвечает за время, сегодня, или за географию в Коламбусе, эти части мозга существуют отдельно друг от друга, и они перерабатывают информацию независимо друг от друга параллельно, не последовательно. Но если мы хотим чему-то новому научиться, если мы хотим создать причинно-следственную связь, нам необходимо построить линейную цепочку. И сделать мы это можем только двумя способами. Мы можем это сказать, потому что предложение заставляет нас создать причинно-следственную связь, построение предложения составляет нас думать линейно, или мы можем это написать. Две вещи. Всё, в голове мы линейно не способны работать. И поэтому, когда ребёнок первый класс сел за парту, ему показывают что-то новое, он поворачивается к своему однокласснику и хочет это обсудить, это совершенно естественная реакция мозга, потому что он пытается создать новые идеи, новые знания. Но в длинных циклах новые знания не нужны. Нам нужно сделать одни, выработать одно знание, повторять его в виде стандартных процедур и регламентов на протяжении 40 лет. И вот таким образом мы создали среду, в которой всё, что мы знали раньше, сегодня нам больше не просто не полезно, а может быть даже опасно, потому что это не было сделано ни потому, что нам хотели навредить. Это не было каким-то там страшным умыслом. Длинные циклы требуют длинных, определённых правил игры, определённых навыков, определённых подходов. Короткие циклы требуют совершенно иных правилов игры, совершенно иных подходов. У меня нет полного списка этих правил. Я очень-очень надеюсь, что вы потратите какое-то время сегодня вечером и за баночкой пива или чая с друзьями в кафешке или дома обсудите, как выглядят эти правила для вас, для вашей карьеры, для вашей среды. Но первые какие-то широкими мазками, такими набросками, которые я могу сказать, как было и как будет с сегодняшнего дня, как уже существует и будет дальше. Первое, конечно, мы пересобирались раньше раз в 10-40 лет, чтобы выжить, и это чуть-чуть зависело от индустрии, но в целом длинные стабильные циклы, то сегодня мы должны пересобираться каждые 2-3 года, если мы хотим не только выжить, конечно, но и жить. Другой очень важный аспект, другой очень важный аспект, особенно в работе с продуктами, особенно в работе с теми из вас, кто работает в креативной среде. Передо мной было выступление про режиссуру, про создание фильмов. Если вы создаете контент какой-то креативный, для вас это так же важно, как для тех, кто из вас, кто печет булочки или производит какие-то продукты другого характера. Что изменилось? В длинных циклах, конечно, мы приходили на рынок в стадии идеальности, то есть мы много-много, зачастую лет, разрабатывали новый продукт, оттачивали его в лабораториях, с закрытым способом тестировали в фокус-группах и только потом выносили идеальный продукт на рынок. Сегодня вот такой подход убьет вашу компанию очень быстро, потому что разгона просто нет. Вам надо взлетать гораздо быстрее, у вас взлетная полоса сократилась значительно, поэтому вы не можете 3 года разрабатывать продукт или 2 года даже разрабатывать продукт. Поэтому сегодня побеждает не идеальность продукта, а скорость на рынке. Даже если вы на рынок вышли с неидеальным продуктом, многие из вас, конечно же, читают знаменитые книги, например, Lean Startup, книга о том, почему нам всем нужно работать с минимальными, по-русски не знаю этой фразы, minimal viable product, с минимальными достойными, наверное, продуктами. Скорость на рынок. Полуфабрикат. Вытаскиваем на рынок полуфабрикат. В нашей среде, в Академии Пересборки, например, мы сначала создаем продукт, а потом... Сначала создаем продажи, а потом создаем продукт. То есть мы тестируем вживую, мы пробуем все на полуфабрикатах, а только потом разрабатываем идеальный продукт. Скорость на рынок сегодня, это безусловно правильно. Одна карьера. Одна карьера – это то, как было. Мы глубоко в одной карьере сегодня, что уже заметно, что большинство из нас двигаются в сторону большого количества карьер, зачастую параллельных карьер, когда у нас, может быть, есть что-то, что такое, как автобан, главная дорога, и много рядом небольших таких деревенских дорожек, но вот эти все дороги – это наши карьеры параллельные. И они питают друг друга, и они также готовят нас к любому взрыву. Если случился кризис в одной индустрии, у нас есть запасная карьера. Если один способ зарабатывания денег не работает, у нас всегда есть другой. И у нас нет потери времени, когда мы налаживаем нашу новую карьеру. У нас готовые запасные всегда есть на скамейке запасных. Узкая специализация. Как в карьере, так и в бизнесе. Узнать свою нишу, узко, глубоко идти в специализацию, быть таким глубоким-глубоким-глубоким специалистом. Сегодня, конечно, умение работать между индустриями, кросс-функционально – это значительно более выигрышный способ. И если мы говорим о позиции на рынке и в вашем бизнесе, то, конечно, раньше главным правилом была конкуренция, когда мы смотрим на всех вокруг нас, как на наших соперников в рамках нашей ниши или в рамках нашей карьеры, то сегодня выигрывает то, что называется словом «коопетишн». На русском его пока нет, не знаю такого слова. Но это слово, которое создано из двух слов – «кооперейшн», то есть «кооперация» и «компетишн», «конкуренция». Это смесь кооперации и конкуренции, когда мы напрямую сотрудничаем с нашими конкурентами. Если вы видели, на моих открытых, на первых слайдах я поделилась, как часто мы работаем с нашими конкурентами в консалтинговой среде, потому что вместе мы можем сдвинуть гораздо быстрее и поднять общее состояние рынка и выиграть все вместе, чем биться, снижая цены или убивая друг друга. То же самое, что произошло с производством вакцин, например, в западном мире, когда фармацевтические компании, которые исторически всегда держались далеко друг от друга, теперь работают вместе. То же самое сейчас происходит в мире автомобилестроения. Я много работаю в пересборке автомобилестроения, когда те компании, которые исторически конкурируют сегодня, создают единые платформы, стандартные единые площадки и очень много партнерств и очень много совместной работы. И это только всего лишь несколько из новых правил. Я бы была очень рада услышать, какие есть предложения, правил о вас, у вас и ответить на ваши вопросы. Я специально не хотела занимать все время, а потратить больше времени, отвечая на ваши вопросы. Но, конечно, самое главное, что я хочу поделиться, мы это сделаем на YouTube, на Facebook. Зайдем в комментарии и обязательно поделимся. Если вы хотели бы чуть-чуть побольше узнать о вот таких правилах игры, понять, насколько вы сейчас в левой стороне этого экрана или в правой, готовы ли вы плыть в новые берега, в новые методы. У нас для вас есть небольшой главный, наверное, вопрос, что во мне не только должно измениться, но и что во мне должно остаться неизменным. Что во мне не только должно измениться, но и остаться неизменным. Потому что когда снаружи все меняется очень быстро, мы должны стать тем ядром штурма, тайфуна, в котором тишина и спокойствие. И вот это ядро, оно даст возможность огромной свободы. Когда вы знаете, кто вы и что в вас должно остаться неизменным, тогда вы можете фонтанировать идеями, как проявить это неизменное в новых продуктах, новых проектов, новых идеях, новых начинаниях, новых компаниях и так далее. Поэтому задам время на вопросы. Наверняка есть вопросы. Посмотрю, есть ли вопросы в YouTube. Да, есть вопросы. У меня уже есть несколько вопросов. Модераторы мне передали. Надя, во-первых, спасибо большое. Очень интересно. Спасибо большое за презентацию. Действительно, очень интересно. Напомню всем зрителям, кто смотрит нас онлайн на разных платформах, можете оставить комментарии в чат-боксах по трансляциями. Для всех тех, кто находится вместе со мной здесь в Хайт-парк в Алматы, если вы хотите задать вопрос, вы можете подойти к микрофону, который стоит здесь по центру. Как только я увижу кого-то рядом с микрофоном, то передам вам слово. А пока, Надя, у меня есть несколько вопросов. Вопрос такой. Как можно убедить руководство в необходимости пересборки? Как можно убедить руководство? Ну, тут первый вопрос, необходимо ли убеждать кого-либо. Зачастую, у меня недавно был, не недавно, год назад, когда началась пандемия, мы, последнее мероприятие в Штатах до пандемии, в феврале, было большое выступление, было очень много бизнесменов и управленцев. И один из людей встал и сказал, как спасти всех. Вот там статистику, которую вы показываете, я сегодня не стала вас пугать, ну, примерно 90% самых лучших компаний уже исчезло. И на следующие 5 лет в Штатах подразумевается, что хотя бы 30% компаний, 33% исчезнут в Штатах. То есть скорость выживания и скорость обновления, выживание относительно низкое, компании умирают очень быстро сегодня. И вопрос мне задала аудитория. Как всех спасти? Вот их 33% должны умереть за последующие 5 лет. Что делать? Как спасти? Первый вопрос, нужно ли спасать? Заслуживает ли компания того, чтобы ее спасать? Потому что сегодня мы находимся в такой самый золотой момент, когда мы откидываем все ненужное. И не только пандемия, но и другие кризисы нам показали, что мы очень часто тратим время, силы, деньги и так далее на вещи, которые нам не нужны. И есть большое количество компаний, которые не нужны, они ценность не производят. Есть большое количество продуктов, которые не нужны на рынке. Поэтому первый вопрос до того, как убеждать руководство, вопрос, заслуживает ли эта компания спасения и ваших собственных усилий. Но если заслуживает, если вы подумали над этим и сказали, да, надо, надо спасать, то есть несколько способов. Один способ – идем через страх, другой способ – идем через вдохновение. Если мы идем через страх, у меня для вас есть маленький ресурс. У нас есть тест, есть такой замечательный термин, который мы изобрели много лет назад, в 2014 году – синдром Титаника. Когда компания убивает сама себя, идет на дно сама, потому что не готова к переменам. У нас есть очень простой тест, вы можете его бесплатно скачать, провести анонимное тестирование, прийти к руководству, сказать, у нас проблемы. Вот тест говорит об этом, а статистика говорит об этом. Мы обязательно дадим под всеми трансляциями в YouTube и в Facebook, дадим вам ссылку на этот тест, чтобы вы его скачали. Любыми другими способами, через цифры, через тесты, через информацию, через показать риск, показать страх. В теории, в академической среде это называется создать горячую платформу, горящую, чтобы под ногами все горело, чтобы петух клюнул везде. Другой вариант – идти через вдохновение, когда вы можете послушать, что вашему руководству нужно, что их вдохновляет, что медвижит, и постараться построить мост между вашей идеей и тем, что этим людям важно, ценно и так далее. Если медвигают новые продукты, идеи, если им хочется вынести на рынок новые идеи, это самое время сказать, чтобы выйти на новый рынок, чтобы нам нужно пересобрать вот это. Если ими движется желание эффективности, они хотят упростить вещи, сделать компанию более эффективным, то встройте ваше предложение о пересборке в то, что приоритетно вашему бизнесу и так, то, что приоритетно вашему руководству и так. Зачастую мы концентрируемся очень сильно на том, что мы хотим сделать, но не тратим время действительно услышать, что нужно, что ценно, что движет нашим руководством. И здесь часто это между строк. Это не то, что заявлено, это то, на что выделяется реальное время на встречах, на что действительно обращается внимание в коммуникациях, в решениях и так далее. Услышьте, что важно вашему руководству и вдохновите их, ваши идеи с прямой связью между приоритетом руководства и вашим собственной идеей. А если вы будете просто предлагать идеи, которые никак не связаны с приоритетом руководства, то ваш руководитель скажет спасибо большое, до свидания. Спасибо большое за такой объемный ответ на вопрос. Уверен, что он будет очень-очень полезен. Следующий вопрос такой. Как вы думаете, связано ли резкое внимание к эмоциональному перегоранию в последние несколько лет в масс-медиа с концептом пересборки и как этот концепт пересборки может играть очень важную роль в помощи, наверное, я думаю, людям эмоциональном перегорании? Я вот отчасти тоже понимаю, о чем, наверное, пишет человек, когда ты резко бросаешь один вид деятельности либо резко себя как-то переделываешь, начинаешь делать что-то другое? Это очень важный вопрос. И здесь опять нюансы. Все в нюансах. Мы устаем не от пересборки. Мы устаем от сопротивления пересборки. Мы устаем не от того, что мы пересобираем свою карьеру или продукт, или свою компанию. Мы устаем от отторжения перемен. У меня был до сих пор, есть замечательный друг, просто мы давно уже не преподаем, он совсем-совсем старенький, Джей Би Кастарджан, замечательный профессор Гарварда и АМД и многих других мест. Мы много лет вели летнюю школу и вместе преподавали две недели каждое лето. И я была молодой, и он мне всегда говорил, меня там что-то раздражало, я очень сопротивлялась каким-то новым вещам. Что-то происходило на рынке или в моей компании, что-то происходило или в моей бизнес-школе что-то проходило. Я была вся возмущена. И он мне говорил, Надя, факты дружелюбны. Факты дружелюбны. Они не твои какие-то там наказания божие, они не твои враги, они просто пытаются тебе показать информацию. Мы устаем не от пересборки, а от неприятия реальности, неприятия фактов. Здесь на YouTube ребята просят вернуть предыдущий слайд, и он как раз нам поможет с этим ответом. Вот он для вас всех, я его сделаю, чтобы вы могли его сфотографировать, наверное. Но что мы видим? Когда мы продолжаем жизнь в левой среде, а мир нам говорит, тебе давно пора перестроиться в правую часть, когда мы продолжаем держаться за идею, что вот-вот пронесет, и все вернется на круги своя, и все будет как раньше, а на самом деле все факты нам говорят, ничего как раньше не будет, и стабильности не будет, и не будет конца этому кризису, наступит следующий, и следующий, и следующий. Когда мы все время держимся за старое, вот здесь наступает перегорание. Сама пересборка – это естественное состояние ребенка. Мы в этом жили всю свою начальную жизнь, и если нас не сильно поломали, мы до сих пор можем немножко стрясти, отряхнуться от того, с чем мы нам прививали много-много лет, и успокоиться. Но мы устаем не от пересборки, мы устаем от отторжения реальности и от неготовности пересобираться. Внутри себя, в нашем окружении, иногда мы готовы, а окружение не готовы. Вот от этого устаем очень сильно, и, безусловно, выгорание очень-очень большое. Спасибо. Следующий вопрос. Перехожу к следующему вопросу. Можно ли сказать, что пересборки более привержены на Западе? Я, наверное, немножко поясню. Тут, наверное, имеют в виду, что на Востоке, в Азии очень часто и сегодня вы поднимали это тем, что было принято строить одну какую-то карьеру в течение многих-многих лет. Особенно мы знаем похожие случаи в Японии, в Южной Корее, на Западе, к примеру, вот в Америке всегда ситуация была другая. То есть человек мог менять места своей работы. И вот вопрос такой, то есть насколько, не знаю, это зависит от среды, от бизнес-среды или бизнес-понимания, кто или иной в стране? Вы удивитесь. Я всегда думала, что есть какие-то региональные отличия, и когда я стала делать реальные исследования и работать в разных регионах, вы удивитесь, что оказалось, что различия очень-очень малы. В целом по миру, из-за того, что мы уже много столетий прививаем в нас, в себе, в наших детях, в наших сотрудниках неготовность к переменам, наоборот, мы отбиваем, отучаем их от готовности к перемене и прививаем любовь к стабильности, то в целом по всему миру открытость к переменам и готовность пересобираться очень-очень низка. Я вас удивлю, например, в Штатах исследования двух стран, Канада и Америка, все студенты, выпускники университетов и все сотрудники успешных компаний, то есть выборка была исключительно те, кто должны быть открыты к переменам, кто образован в этой среде, кто работает в инновационных направлениях, то это knowledge workers, люди, которые занимаются именно инновационным направлением. Открытость к переменам максимум достигала 20% в зависимости от возраста. То есть даже в самых открытых культурах, в самых образованных средах, где все занимаются инновациями, люди не хотят заниматься инновациями, не любят инновации, боятся их, именно потому что им отбили руки на протяжении 20 лет в школе, в институте, в семье и так далее. Но есть разница в типе пересборки. Мы отличаем 9 типов пересборки, 9. Один из них вам знаком, это инновации, но инновации нужны исключительно, достаточно редко, есть другие типы пересборки, например, вам всем известный кайдзен, все, что пришло из Японии, это маленькие поступательные изменения. И культурные отличия, они как раз отличаются, кто больше, у нас есть такой канва пересборки, 9 типов пересборки, правая верхняя часть, это такие радикальные типы, и поступательные аккуратно, это левая нижняя часть. Вот Азия, она в этой категории больше эволюционным путем, другие страны чаще делали революционным путем, но все страны одинаково сегодня не готовы, и все страны учатся пересобираться сегодня. Слово по-английски пересборка – это re-invention, и если вы почитаете в оригинале последнее интервью замечательного историка Ювала Ноохарари, автора книги «Сапиенс», то вы увидите, что он говорит именно об этом, что нужно перестать учить детей программированию, а учить детей пересборки, re-invention. Именно потому, что универсально по всему миру, к сожалению, мы не готовы к той скорости перемены неопределенности, в которой мы живем. Спасибо. Спасибо большое за ответ. Есть вопрос, я думаю, он отчасти связан с первым вопросом, который сегодня я задавал по поводу того, как убедить руководство в пересборке. Следующий вопрос звучит так. Если есть в компании люди, которые явно не собирают пересобираться, как их можно увидеть, как их можно различить? Я помню, сегодня, Надя, вы говорили о том, что вот бывают такие компании, именно компании, которые не собираются, то они естественным путем со временем уйдут с рынка. А вот если внутри компании есть какие-то коллеги, которые готовы к пересборке, но им нужно различить или понять, кто из коллег, которые работают вместе с ними, не готовы к переменам. Вообще, насколько это легко? Очень легко. По их действиям вы можете определить. Но тут главное, зачем вам их выделять? Мне кажется, опять-таки, давайте переформулируем вопрос. Есть замечательная-замечательная модель, теория, модель диффузии инноваций. Если вы когда-то погуглите ее, вы ее увидите в любом гугле, вам ничего не надо, вы все сами увидите. И закон распространения инноваций, чего-либо нового, закон распространения чего-либо нового, говорит о том, что у нас есть изобретатели, те, кто придумают что-то новое, говорят, так, нам нужен новый продукт, или нам нужно на новые рынки выходить, или нам нужен процесс поменять, или еще что-то нам нужно поменять. И таких людей в среднем в районе 2,5% в среднем по всему миру в популяции. Дальше у нас есть первопроходцы, early adopters, это люди, которые любят пробовать новое. Они, может быть, не всегда изобретают новое, но они посидят в палатке перед магазином Apple, когда выходит первый Apple. Они любят новые вещи, они тестируют новые вещи. И таких людей где-то в районе 13 с чем-то процентов. Дальше у нас есть первое раннее большинство, раннее большинство, early majority. Дальше есть позднее большинство, late majority. Дальше есть отстающие. Отстающие не пересоберутся никогда. Отстающие ушли от вот таких круглых телефонов, которые были в моем детстве, когда их просто перестали продавать. И у кого-то они до сих пор дома работают. Им не нужно ни кнопочные, ничего остального. Они не меняются. Они их меняют. Они не меняются. Но здесь важно помнить, что вам не нужно уговаривать всех остальных. Исследования показывают, что если вы завлекли примерно 25%, например, если 25% Казахстана станут веганами, весь Казахстан станет веганом. Всегда веселит людей этот пример, потому что этого никогда не случится. Но если бы 25% казахстанцев стали веганами, то весь Казахстан перестал бы кушать мясо. И Казы бы плакали по нам. И, соответственно, вам не нужно заниматься отстающими. Вам не нужно уговаривать позднее большинство. Вам нужно всего лишь найти маленькую порцию раннего большинства. Вовлечь первые 25%, вы помните, первые 2,5% во все вовлекутся. Следующие 13% с чем-то все равно вовлекутся. Вам всего лишь нужно там найти дополнительных примерно 10%. Все. Поэтому не волнуйтесь против тех, кто сопротивляется. Забудьте, это не ваша аудитория. Не надо ее уговаривать, не надо ее менять. Надо сконцентрироваться на тех, кто двигается. А вы поймете, кто двигается по их действиям. От тех, кто проявляет инициативу, тех, кто появляется и пытается что-то сделать ручками, а не сидит на диване и не комментирует и так далее. Вот если вы сконцентрируетесь на первых 25%, все остальные подтянутся, у них не будет выбора. Надя, огромное спасибо за этот ответ. К сожалению, это все время, которое у нас сегодня есть. Но я уверен, что вы своей презентацией, вообще своей энергетикой вдохновили многих людей, наверное, на пересборку, на переосмысление. Огромное спасибо за то, что нашли время побыть вместе с нами в рамках фестиваля GoWiral. Абсолютно. Буду рада, прежде всего, услышать обратную связь. Вы можете легко найти нас, погуглите Академию Пересборки, вы найдете легкие ссылки, чтобы скачать наши бесплатные книги и покоммуницировать с нами, поговорить с нами, дать нам обратную связь. Очень приятно познакомиться. Буду очень-очень рада услышать, чем вам это было полезно, не полезно, и нормально ли я смогла рассказать это на русском. Это было неожиданно, но я рада, что у меня есть практика русского языка. Было очень круто, сразу вам могу ответить и сказать. Огромное спасибо, хорошего вам дня. Спасибо большое. Спасибо. Кахмед. Ну что ж, дорогие зрители, участники Go Viral, которые находятся здесь вместе со мной в Хайт-парке, а также все те, кто смотрят нас онлайн, в трансляции на платформах YouTube и Facebook, сейчас у нас сразу после презентации Надежи Ксимбаевой наступает очень интересный и волнительный момент, о котором я говорил вчера, позавчера и сказал сегодня во время анонса. Сейчас мы здесь на сцене будем награждать победителей квеста «Almation Navigation» в честь Международного дня «Blooms Day». И для этого сюда на сцену я бы хотел пригласить основателя блогов «Walking Almaty» и «Monumental Almaty» Дениса Кина, а также руководителя отдела по вопросам прессы, культуры и образования Генерального консульства США Ананда Кришну под ваши аплодисменты, естественно. Здравствуйте. Сцена ваша, предоставляю слово вам. Спасибо. Спасибо, Асан. Привет, друзья. В консульстве США мы верим, что искусство является одной из частей культуры общества. Мы хотим отметить богатые литературные традиции Казахстана. Так уж получилось, что в этом году, во время фестиваля GoVital, мир будет отмечать популярный литературный праздник, известный как «Blooms Day». История этого праздника началась в Дублене, в Ирландии, где каждый год собираются библиомании, чтобы прославить мир великого писателя Джеймса Джойса. Это фиксированная дата 16 июня, день, когда Леопольд Блум, главный герой Ulysses, совершил свою знаменитую погулку по столице Ирландии. Блумс Дэй – это праздник читения. Блумс Дэй – это праздник городов, в которых живут активные читатели. Постепенно праздник стал отмечаться в литературных городах по всему миру. Алматы тоже является городом писателей и читателей. Это литературная столица Средней Азии. Именно поэтому мы пригласили нашего друга Дениса Кина, американского блогера, основателя проекта «Walking Алматы». Денис организовал праздник Блумс Дэй здесь, в Алматы. Это был веселый городской квест под названием «Almation Navigation». Сейчас он нам об этом расскажет и объединит победителей. Денис. Спасибо, Анан. Всем привет. Как читателю, путешественнику и урбанисту было очень весело создавлять квест, посвященный истории героям и литературному наследию Алматы. Мы назвали игру «Almation Navigation», то есть алматинская навигация, сегодня днем четыре команды алматинцев пересекли город, разгадывая загадки, связанные с историей Казахстана. Во-первых, подсказки привели их к семи памятникам славесов, связанных с Казахстаном. Абая Кунинбаева, Джамбула Джабаева, Чоканова-Алиханова, Виктора Цоя, Герода Белгера, Александра Пушкина, Джамбула и Тараса Шевченко. И вот я хотел с вами поделить несколько загадок, с которыми мы сегодня играли. Может быть, кто-то из аудитории тоже может решить эти загадки. Например, путь этого великого человека к миру и дружбе лежит через правду. Вот участники уже знают ответы, я слышал Абая. Почему? Ну вы сразу поняли, что это Абай, потому что вот в Алматик есть улица мира, это Желтоксан, улица дружба, это Досток, и путь туда лежит через улицу правды, который Алтенцарен. Так что решение ответа не всегда самое ясное, но мы старались, чтобы было интересно и весело для участников. У памятников потом членам команды нужно было разгадывать новые улики, чтобы обнаружить семь спрятанных книг и найти в них окончательные ответы. Команда, которая выполнит задание первой и наиболее полными ответами, будет объявлена победителем. В качестве приза мы искали подарок, который понравится любому читателю книг и ради вручить подарочные сертификаты от меломан. Команда, занявшая первое место, получит сертификаты на пять тысяч тенге. Команда, занявшая второе место, получит сертификаты сертификаты на три тысяч тенге, а команда, занявшая третье место, получит сертификаты на тысяч тенге. Итак, позвольте представить наши команды. Я хочу, чтобы наши сегодняшние участники сюда пришли на сцену. Во-первых, какие сегодня у нас были команды, у всех были такие интересные названия. у нас команда АЧ, или все-таки АЧО, команда Чак-Чак, команда Hot Sausage и команда Алма Оразбаева. «Драм-ролл» Спасибо, ребята. Так, мы тогда начнем от четвертого места. Драм-ролл, please. Четвертое место – это команда. Алма Орозбаева. Аплодисменты. Где Алма? Это ребята. Спасибо, что вы участвовали. Вам. Ти-шорти. Спасибо. Третье место. На третьем место команда Hot Sausage. Молодцы, ребята. Вам подарочные сертификаты. Молодцы. Итак, у нас еще две команды остались. На втором месте команда Chuck Chuck. Поздравляю. Молодцы. И это значит, наши победители, которые решили каждую загадку, это команда АЧО! Вау. Громко, ребята. Ну, я хочу сказать, что прям все участники меня вот реально удивили, потому что мы делаем Эти загадки очень сложные, и вы практически все решили. Так что, молодцы, ребята, вы настоящие алматинцы! Ребята, поздравляю, спасибо консульству США в Алматы за поддержку этого замечательного поколения читателей и гордых алматинцев. С праздником Блумс Дэй! Теперь фото, давай. Да, пожалуйста. Отлично, отлично. Поздравляю всех участников. Огромное спасибо вам, Денис. Огромное спасибо, Ананд. Поздравляю, поздравляю всех участников Алмейшн Навигейшн. На самом деле, вы знаете, наверное, любить свой одно город – это очень классное, замечательное качество. Исследовать... Давай, давай. Также круто. Ну что же, мы идем дальше. И сейчас для тех участников и зрителей, кто смотрит нас онлайн, скажу, что мы уйдем на небольшой перерыв. Хотелось бы сказать, что здесь, на сцене, в Хайт-парк, через 20 минут, в половину девятого, в 20.30 по времени Алматы, мы здесь посмотрим, будет закрытый показ фильма под названием «Улбол сын» режиссера Адильхана Ержанова. Это будет эксклюзивный показ в рамках нашего фестиваля, поэтому очень круто для всех тех, кто вместе со мной здесь в Хайт-парке. И для всех остальных, хочу сказать, не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами, мы в трансляцию вернемся после показа этого фильма для обсуждения фильма с Гульнарой Абикеевой и Мади Мамбетовым. Это произойдет в 21.30. Не переключаемся, остаемся вместе с нами. Go Viral 2021! Отлично! Я приветствую всех зрителей, кто смотрит нас онлайн, и всех тех, кто вместе со мной здесь в Хайт-парке. Сейчас мы со зрителями в Хайт-парке посмотрели фильм под названием «Улбол сын» Адильхана Ержанова. И сейчас у нас обсуждение этого фильма. Я бы хотел пригласить для обсуждения сюда на сцену доктора искусствоведения, профессора президента Ассоциации кинокритиков Казахстана Гульнару Абикееву, а также, конечно, колумниста, журналиста нашего большого друга фестиваля Мади Мамбетова. Спасибо. Гульнар Мадзи, огромное вам спасибо. Спасибо. Сцена для вас. Спасибо большое, Аслан. Да, слово предоставляю вам. Благодарю вас. Мы очень рады приветствовать здесь всех участников фестиваля Go Viral, тех, кого мы видим живьем в аудитории, и тех, кто смотрит нашу трансляцию. И я надеюсь, что это потом будет запись доступна в интернете, может быть, кто-нибудь еще захочет ее посмотреть. Меня зовут Мадзи Мамбетов, я давно сотрудничаю с фестивалем Go Viral. Для меня это большая честь каждый раз присутствовать в том или ином качестве на этом фестивале. И мы планировали это обсуждение еще за месяц или полтора до сегодняшнего дня. И так получилось, что, к сожалению, режиссер оказался занят, но замена ничуть не хуже. Рядом с нами, сегодня рядом со мной на сцене находится человек, которого я искренне уважаю и очень чту. Это, как уже сказала Аслан, это киновед, это ученый, это преподаватель, это телеведущая. Одна из самых сведущих в кино людей в нашей стране, госпожа Гульнара Абикеева. Гульнара, я так понимаю, по долгу службы, в отличие от меня, я видел только две работы. Вот сейчас я посмотрел вторую. Первая картина Адельхана, которую я видел, это был фильм «Хозяева». Вы, насколько я понимаю, смотрели практически все его работы. Поэтому вы знакомы с его творчеством, пожалуй, больше, чем кто-либо из нас. Мне бы хотелось услышать ваше мнение по поводу этого фильма. И прежде чем мы все обратимся вслух, я бы хотел напомнить нашей аудитории, что можно принять участие в нашем обсуждении. Мы такие же с Гульнара Айратовны зрители, как и вы в зале. Поэтому, если вдруг будет желание, то поднимите руку. Я думаю, мы сможем вам организовать микрофон. По-моему, он даже там стоит. На этом я замолкаю. Прошу вас. Вы знаете, я смотрю картину не в первый раз, но второй, может быть, даже в третий раз. И какие-то вещи вижу, может быть, впервые. И у меня, вот как у зрителей тоже, у меня несколько вопросов. Как минимум два QR-кода. То есть, помните, в полиции такой черно-белый и в доме у этого Уйгена тоже. Как курпешка такая получается. Как курпешка, но это QR-код. И это такой странный такой момент. Я думаю, что бы это значило. Второй вопрос. Вот эти три цвета. Желтый, голубой и красный, которые сначала красят милиционеры. А потом серым их закрашивают. Потом серым закрашивают. Потом она в красном, у нее желтый платок. У сестры желтая куртка, красный платок. То есть, вообще, вот эта вот цветовая символика, что это значит. Значит, я просто задаю себе эти вопросы, у меня пока нет ответа. А то, чем картина, наверное... Вот мы сейчас, когда стояли у входа, Мадим меня спрашивал, говорит, а вот каратас, это чума в ауле каратас. У Адильхана Иржанова была самая первая его работа, дипломная работа, каратас. Это 40 минут. И она была такая мистически странная, что человек идет по городу. Ну, это просто сюжет такой, что он идет по городу, и его преследует какой-то человек, обмотанный в тряпке. Там нет человека, там то ли демон зла, то ли человек, то ли преступник и так далее. Вот это вот, мне кажется, у Адильхана как бы две линии. Одна линия – это вот каратас, это чума в ауле каратас, это улбасын, который действие происходит в каратасе. И вторая линия такая, мне кажется, она исходит из фильма «Строители». То есть, наоборот, там как бы идея спасения, что ли, ну, я не знаю, вот «Ласковое безличие мира» – это вторая линия. То есть, у него как бы две линии. Но вот сейчас мы имеем вот этот как бы аул каратас. Опять же, это место действия, да, событий. Да, как спросил, сейчас меня спросили, говорят, это что, как далеко это от Алматы находится? Я так понимаю, что это вымышленное, с одной стороны, место, а с другой стороны, это некий такой обобщенный знак каратас. Вы знаете, мне кажется, вот картина, она прежде всего знаковая, что ли, она очень точно разделяет как бы два Казахстана, два общества, которые существуют в Казахстане. И в данном случае он, по-моему, тоже очень точно как бы направляет свой фокус на женщин. То есть, городская женщина или городские как бы ориентации, ценности или вот этот феминистский, линия феминистской, так сказать, развитие образа женщины или героини женской, да. И второй такой образ женщины в ауле. Традиционный, консервативный, да. Традиционный, консервативный, в общем, не очень-то осознаю, молодая девочка, которая не очень понимает, она радуется, она искренне там подает еду своему мужу, она искренне хочет остаться, и при этом искренне готова слушаться сестру в самом конце. То есть, вот это какая-то, я не знаю, инфантильная, не инфантильная, но какая-то такая позиция вторая, что ли. И вот это столкновение, оно присутствует здесь совершенно очевидно, вот этих двух линий. И мне кажется, Адельхан делает это совершенно осознанно для того, чтобы как бы выдать вот этот, в данном случае, я могу сказать, и фильм, и продукт, вот конкретно как социальный продукт в общество. Мне кажется, это абсолютно четкий такой посыл. Мне кажется, вот из многих картин Адельхана, из разных картин Адельхана, которые, ну, вообще, они все социальные, да, но, например, та же Чумава Ули Каратас, она вроде социальная, но она такая арт-арт-художественная. То есть, там изображение сложное, смыслы сложные и так далее, да, то есть, как бы, там надо, ну, там можно понять, можно не понимать. А вот Улбал сын, мне кажется, она совершенно четко, она такая социальная. Она для того, чтобы выйти в кинотеатры, для того, чтобы, как бы, дискуссия возникла, для того, чтобы, мне кажется, разделилось мнение. Кто-то говорил бы, там, я за Улбал сын, кто-то говорил бы, я за Ажар, кто-то говорил бы, я за Ургена, да, а кто-то говорил бы, а я, там, не знаю, там есть Урген, и там нет второй силы мужской. Ну, по сути, да, это, получается, картина, в том числе еще и мужчины против женщин. Ну, да, здесь, как бы, получается, нет, здесь есть, как бы, разделение общества, вот здесь, вот, если говорить о казахстанском обществе, то есть, как бы, сильные женщины, так сказать, городские, да, и, как бы, есть женщины, которые соглашаются на патриархальное общество. Да, но если мы выведем, вот, оголим вот эту драматургическую структуру, да, то есть, все равно у нас получается, что протагонист, то есть, человек, которому мы должны, по идее, больше, соответственно, сочувствовать, да, сопереживать, это у нас Улбал сын, собственно, да, то есть, антагонистом все-таки выступает Урген, да, то есть, Поэтому это все можно интерпретировать как войну полов. Но я с чем с вами соглашусь и соглашусь с энтузиазмом, это то, что Адильхан это делает не только осознанно, он это делает, я бы сказал, виртуозно. Потому что меня еще в хозяевах удивило, что он, разумеется, сталкивает вот эти два мира, которые есть в Казахстане. Но интересно то, что эти два мира каждый раз разные. И вот под этими двумя противоположностями подразумеваются разные вещи зачастую. То есть это городские против, условно говоря, сельских. Это казахскоговорящие, нахосказахи и шалаказахи городские. Это консерваторы-традиционалисты. Но это одновременно и звериная морда государства, то есть против маленького человека. А вот здесь, например, интересно, вот это противостояние между, не знаю, коррупцией против каких-то искренних порывов. То есть или попыток начать свою новую жизнь, как это было в хозяевах. А здесь мне ужасно понравилось то, что здесь очень сильно сбиты ставки. То есть ты никогда не понимаешь на самом деле, с кем твое сердце. Потому что тут и полиция выступает в очень двусмысленной роли. То есть и все те силы, которые насылала героиня Облсон, героиня Асельс-Адвакасова, которые он насылал на своего обидчика, они в итоге все разбиваются в воду. В итоге приходится брать вот это вот отмщение или ситуацию в свои руки. Именно. И это ужасно интересно. И знаете, я, наверное, даже вашу мысль подхвачу и немножко разовью. Я думаю, что конкретно этот фильм, ну и, собственно говоря, предыдущий фильм Дельхана, который я смотрел, они заставляют нас не просто спорить между собой, кто за кого, с кем ты себя больше ассоциируешь, какие ты отстаиваешь ценности, какие тебе ближе из представленных на экране. То есть они заставляют тебя самим собой вести спор. Потому что, с одной стороны, я, например, будучи профеминистом и человеком, который много уделяет внимания этому вопросу, вопросу гендерному, вопросам равноправия и прочее, я, тем не менее, ловлю себя на том, что, если, например, вот этот персонаж Ургена, он же тоже не какой-то картинный антигерой. То есть его уважают абсолютно искренне и любят его односельчане. То есть он тоже несет некую истину, которая тоже во мне резонирует. И это ужасно интересное впечатление, потому что немногие фильмы, и тем более уж точно немногие казахстанские фильмы, вызывают внутри такое смятение чувств. Ну, вы знаете, мне хотелось бы тоже, чтобы аудитория, скажем, тоже как-то более активно, что ли, участвовала. И вот интересно услышать ваше мнение молодых людей, потому что, пожалуйста, есть микрофон. Здравствуйте. Я хотел бы спросить. Видите ли вы и вообще все присутствующие в этом фильме отрицание модерности настолько же сильное, как отрицание традиционности? То есть мне показалось, что в конце переломный момент, когда Олбол Син, получается, главная героиня, ну, как бы, наконец, что сработало? Отрицание традиционного подхода к модерности. То есть что она перестала к людям из современности относиться как к людям из Аула. Типа того. То есть говорит, ты единственная, на кого я могу положиться, ты мой друг, ты мой там... То есть то же самое, как люди говорили об этом Ургене, да, и то есть как они подходили в жизни к Ауле. В Ауле. То есть поскольку она оттуда, она пыталась подходить вначале так, а потом приняла полностью эту модерность, да, и сказала, только я сам за себя, и теперь мне нужно самому разбираться. То есть видели в этом критику модерности тоже? Или мне показалось? Супер, спасибо большое. Очень, очень, очень крутое мнение. Что скажете, Гульнара? Не знаю, я критики как бы не увидела. Почему? Потому что, ну вот, сейчас я хочу, вот, я сейчас приду, вот, в смысле, вот приду к тому разговору, который мы шли, но я хочу сказать, что вот, например, у меня картина Дельхана Иржена вызывает разные, как бы, вот, эмоциональные приятели и неприятия, да, то есть это хорошо, потому что если ты просто все картины принимаешь на ура, то, ну, мне кажется, такого быть не может, ну, в смысле одного режиссера даже, да. Например, Бояйдба, я не знаю, видели, не видели, она уже как бы все-таки новая. Я совершенно не приняла эту картину, потому что мне показалось, что он показал некое дно и, как бы, ну, сказал, вот оно, оно, это дно побеждает, ну, в смысле. Вот это ощущение безнадежности, да, что, как бы, нет никакого, нет финала, ни выхода, я тоже заметил. Нет, в Бояйдбае это было, а здесь, мне кажется, побеждает, ну, как вы говорите, в модернность, да, то есть побеждает главная Герниол Басын, которая говорит, почему она побеждает? Во-первых, потому что, когда она едет в машине, там, интересно, там стоит милиционер, я его не узнала, так сказать, это тот милиционер, который были, или просто милиционер, и стоит вроде как тот, который наемник, которым она заплатила, то есть, может быть, тоже неузнаваемый, то есть, в любом случае, это силы, то есть, те силы, которые, ну, как бы, не помогали, не подчинялись. И тогда, когда она победила, то есть, понимаете, вот это, выход из города, да, из этого поселка Каратайс, то есть, значит, она могла оттуда не выехать, да, то есть, она выезжает с сестрой, то есть, она победитель. Все вокруг знают ситуацию, и милиционер говорит, а, ты выезжаешь, то есть, ты победитель, и, как бы, власть перед победителем. То есть, получается, однозначно, как бы, вот, ну, концепция Дзихана такова, что она победила, победила ее вот эта, так сказать, победа любой ценой. То есть в этом смысле оправдывается убийство, в этом смысле как бы права она и это точка зрения режиссера. В этом смысле как бы вот этот урген плохой, потому что когда вот вы говорите, Мадиш, что он неоднозначный, что там типа народ его уважает и так далее, мне кажется, это такая, у Адихана такая невероятная критика вот этого ургена. То есть он, ну это вот так же как и в бое Адбай, это дно. То есть когда, не знаю, мне кажется, это лекарь, который одновременно и лечит, и одновременно там выпивка за столом и так далее. То есть там нет таких, там нет традиционных ценностей. Там просто есть традиционный мир, узкий, так сказать, сплоченный, из которого очень трудно выбраться. Вот такое ощущение. Я абсолютно соглашусь с вами. То есть мнение молодого мужчины, который вот сейчас, который поделился своим мнением, то есть я с ним тоже соглашусь, потому что тут получается героиня Садвакасова выступает в роли носительницы прогрессивистских ценностей, то есть ценностей как минимум феминистических. То есть это равенство, это то, что... То есть она озвучивает те вещи, которые, ну, собственно говоря, феминистки, феминисты говорят на протяжении последних, не знаю, полувека, да, что на самом деле не надо рано выходить замуж. Что не только в материнстве и в семье призвание женщины, да, что она имеет право и на профессию, и на творческую реализацию. На свободу. На свободу. Самое главное — свободу выбора. Да, если она на самом деле свободна выбрать любого себе ургена, да, остаться ему 16 лет, рожать ему детей, это прекрасно. Если у нее есть выбор, да, у героини Ажар этого выбора, очевидно, не было. То есть на шахматной доске расставлены, на самом деле, очень понятно фигуры. Это однозначно вот про прогрессивные, там, либеральные ценности и консервативные. Но, однако, где было верно, да, то, что сама, получается, улбал сын, будучи дочерью Каратаса, ну, потому что мама ее там, отчим ее там, сестра ее живет там, значит, она там жила, потом она перебралась в город, и вот она потом возвращается уже как бы такой чужой для них всех, да, то есть чуть ли не отвергнутой. Тем не менее, она продолжает инстинктивно, рефлекторно, вот как ее учили, все-таки она продолжает работать не как в городском атомизированном обществе, где мы, разумеется, предпочтем разрулить ситуацию самостоятельно. Она просто против своей родной деревни, которая против нее ополчилась, она призывает свою деревню, которую она создала себе в городе. То есть она обзавелась, мы не знаем, она спала с этими, с этими, главой свата, да, или с этим журналистом, очевидно, на это намекается, да, то есть вот таким образом она себе создала некое комьюнити, некое общество, которое она, опять же, призывает себе на помощь, и как очень было точно подмечено, да, в итоге она понимает, что вот эта вот деревня, она деревню, твоя деревня, урожденная, прирожденная твоя, да, то есть твоя деревня, которую ты сама себя создала, в итоге она не помогает, тебе приходится брать решение судьбы в свои руки. Но опять же, тут же какая еще штука, что наша героиня, ее нельзя назвать протагонистом в таком чистом смысле, там ее всю дорогу клеймят как гуляшу, нечистую, в итоге она просто убила кучу народу, что тоже не очень красит, наверное, человека, да, может быть, кто-то из них был менее виноват, и, может быть, он не заслуживал такой жестокой кончины, но в глазах зрителя это все получается оправдано за счет того, как построена драматургия. Это ужасно интересный фильм, на самом деле, я думаю, что нам имеет смысл потом еще и о нем много писать, как членом ассоциации кинокритиков. Вы знаете, там был вопрос, вот кто-то подошел к микрофону, или вопрос, или комментарий, пожалуйста. Здравствуйте, у меня есть одно дополнение и один вопрос, они похожи. Я хотел бы дополнить ваши слова касательно вот этих надписей на стенах у дома ургена или в полицейском участке, даже в той же школе, как QR-код было написано. У меня есть предположение, что это может быть часть каких-то традиционных влияний, как секта, может быть, то есть промывание мозгов. Вы сами видели прекрасно то, что человек, который может, не знаю, страдать мышечным тремором и, не знаю, видеть себя как мессия, очищает людей от демонов. И вам не кажется, что это какая-то секта, которая нацелена на то, чтобы больше комьюнити зрителей обозлить на более такой консервативных людей? Или это более такой смешанной эмоции человек? Спасибо большое. Я немножко не поняла вопрос. Мне кажется, это скорее даже не вопрос о мнении. Мы поняли, о чем вы говорите. Мне кажется, здесь интерпретаций может быть бесчисленное множество. То есть, правда, это может быть и секта, потому что явно наш антигерой не является правоверным мусульманином, как Гульнара Радовна подметила. Дорогие друзья, к сожалению, наше время в парке подошло к концу. Я бы с огромным удовольствием выслушал бы мнение всех в аудитории и еще поддискутировал бы с вами, Гульнара. Но, к сожалению, у нас временные ограничения. Мы очень благодарны всем, кто пришел сегодня с нами, принял участие в нашем показе. Большое спасибо всем, кто смотрел нас онлайн. Увидимся, вернее, Аслан с вами увидится буквально завтра. И я еще раз хочу поблагодарить вас, Гульнару Радовну. Спасибо большое. Спасибо большое, дорогие друзья. Огромное спасибо, Гульнару Радовну. Огромное спасибо, Мадзи, за то, что разделили эту беседу вместе с нами. Спасибо большое. Спасибо. Ну что ж, дорогие гости Go Viral 2021 здесь, в Хайт-парке, а также все те, кто смотрит нас в трансляции онлайн. Всем огромное спасибо. На этом мы завершаем шестой день фестиваля. До встречи. Увидимся с вами завтра на седьмой день фестиваля Go Viral 2021. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok